Приступим тогда. Еще раз. У меня первый доктор. Перед ним маленькое вступление. Такое минута на 7-8. Вступление будет посвящено тому, каким образом мы, компания 1S Bittrex, создавая продукт, смотрим на рынок, почему продукт появился. Ну, изначально компания 1S Bittrex был продукт, на базе которого на платформе строится сайт Bittrex24. А, кстати, кто пользуется Bittrex24 сервисом? Не так много, поэтому для большинства информация интересная. Кто уже пользуется, вопросы, которые мы в перерыве и в течение докладов отвечаем. Кстати, по поводу вопросов. Давайте мы вопросы будем какие-то запоминать, и каждый спикер в конце оставит 5-7 минут на то, чтобы на вопросы поотвечать. Вернусь. Когда мы создали сервис Bittrex24, это фактически ответ на то, что мы видим на рынке. Я сейчас покажу несколько трендов или тенденций, течений, как мы их называем, которые мы видим на бизнес-рынке, и скажу, откуда возникли некоторые сервисные функции, которые в продукте заложены, как ответ на потребности вызволенные. Давайте немножко начнем. Нет, мы победили. Маленький флешбек. Наверное, лет 10 назад, возьмем вот такую перспективу, мы совсем по другому употребляли информацию. Все помнят, как мы это делали 10 лет назад, а как мы это делаем сейчас все видят. И это не то, чтобы заголовок слайда сегодня меняется. Вот то, про что мы сейчас говорим, это фактически все изменилось. Если раньше мы читали кассеты за завтрак, то теперь мы берем планшет, мобильный телефон и смотрим новости там. У нас есть РСС-подписки, есть новостные ленты, есть социальные сети, есть много-много источников информации, которые, мы даже не расстоиме, люди и руки от нас находятся, лежат в кармане чаще всего. Без телефона мы уже никуда не идем, если мы соответствуем машину, то это навигатор. Мало того, если отдельный навигатор уже, да, в телефоне сосредоточено все больше и больше функций. И фактически он замыкает на себе информационные потоки. Это вот мы запоминаем как тренд и будем использовать в дальнейшем. Следующая история – это огромный взлет социальных сетей. Давайте опять же те же самые 10 лет назад. Никто особенно-то не знал про социальные сети как явление и формат. Они взлетели космически, сейчас это ресурсы, которые собирают больше всего трафика, больше всего пользователей ежедневной аудитории. Активная очень коммуникация идет, дошла она до того, что некоторые области уже начали говорить, давайте, ребята, как-то отказываться от них, что ли, да, информации много. Но, тем не менее, в них сосредоточен огромный канал информации, который мы пропускаем через себя. Если раньше, несколько лет назад, я спрашивал на семинарах, у кого есть, у кого есть, у кого в социальных сетях, потом спрашивал, у кого есть один и больше, сейчас не спрашиваю. Есть редкие руки, у меня, за мою память, большое количество семинаров, три, по-моему, случая, когда не таковутся социальных сетях. Ну, это принципиально. Помните, вы и такие люди, которые говорили, что мобильный телефон нет, у меня нет мобильного телефона, я никогда не буду. Ну, вот есть такие восстановленные, которые еще не пришли к социальным сетям по каким-то причинам, ну, по принципиально чаще всего. И социальные сети, да, не хочу остановиться вот на каком моменте. Вы все видите, каким образом подается информация социальных сетях. Это новостная лента. То есть, это лента в каком-то формате, да, это либо картинки, либо тексты, либо что-то, но оно идет в формате ленты, подача в формате ленты. Это апробированная методика, все тестировали, ну, мы являемся тестером, практически каждый в социальных сетях, они периодически меняют какие-то правила, и это самый удобный формат подачи информации. Информации много, и новостная лента самая удобная формата. Я вам скажу, почему я акцентирую внимание на этом. А сейчас несколько графиков об волшебных. Значит, график он не сильно красивый, но вот там есть такая точка, ну, даже если не видно, точка пересечения в конце 13-го года, когда мобильных устройств на руках у пользователей стало больше, чем компьютерных стационарных. Если вы сейчас на себя обратите внимание, то у вас есть мобильный телефон, возможно, планшет, иногда не один мобильный телефон, с которого вы информацию получаете, а рабочий компьютер у вас один. И чаще всего это уже ноутбук. Фактически пользователи обложили себя устройствами, мобильными устройствами, и хотят получать информацию прямо сейчас, прямо здесь. Еще один график – это отчет компании Ericsson, открытые данные, они предоставляют по мобильным операторам связи статистику. Отчет на июнь 14-го года, но я смотрел недавний отчет, он практически ничем не меняется, график там точно такой же, немножко цифра отличная, но нам нужно посмотреть динамику. Здесь есть оранжевые и желтые столцы. Вот желтые столцы, которые с начала 2010-го года никак не меняются. Это голосовой трафик. Это то, как мы с вами разговариваем. И мы не стали разговаривать больше, и уже не станем разговаривать больше. Нет механизмов у сотовых операторов, а им бы очень хотелось, чтобы они были, заставить нас говорить чаще, больше и звонить активнее. Не получается, мы остановились на этом. А вот оранжевые столцы, которые сильно растут – это интернет-трафик. И это огромный рост. Я по своим счетам за мобильный телефон вижу, что я плачу больше за интернет-трафик, чем за голосом, исключая между городом. И, скорее всего, такая же картинка есть и у вас, потому что это общий срез. По российскому рынку компании, каким образом они получают доход? Мобильный оператор начинает зарабатывать на трафике. Это означает, что в мобильных устройствах трафика огромное количество. И мы с вами, как обычные физические лица, не сотрудники компании, очень привыкли к этой мобильности. Я, например, никогда не стану клиентом банка, у которого нет мобильного приложения, где я могу финансово управлять. Фактически, там, по смешному доходят, ты, когда из пробки, там, выедешь после зарплаты. У тебя зарплата была в момент, когда ты на работе, а когда ты доезжаешь через полтора часа на дома, у тебя зарплаты уже нет. Потому что, в общем-то, ты ее везде раскидал. Где платежи по кредитам, где там обычные перечисления, где депозиты, где еще что-то. Это угодно. Я прямо открыл мобильник, отправил себе платежи. Я не помню, когда я платил за телефон каким-то другим способом, как перечисляя с мобильного телефона деньги на... Да, с мобильного телефона на мобильный телефон фактически. То есть, с карточки на мобильный телефон. И то же самое происходит в очень многих отраслях. Мы привыкли получать почту на мобильный телефон. И много-много всего. Мы не представляем, каким образом можно прожить без этого уже. И мы то же самое хотим в бизнес-коммуникациях. То есть, я привык к этой мобильности. Я привык получать информацию сразу же с мобильным телефоном, как обычный житель, как физическое лицо. И я хочу, чтобы рабочую информацию ее точно так же быстро получал. И опять же, об этом мы немножко поговорим. Ну, еще один слайд. Пробегу к нему быстро. Это волшебные концепции. Их там по-разному называют. BIOS, есть еще две отличные от них. Но смысл в чем? Bring your own devices, когда компания разрешает сотрудникам пользоваться собственными гаджетами для того, чтобы в корпоративной среде работать. Очень разная статистика. Какое количество в России компаний разрешает это делать, она отличается очень сильно, потому что критерии разные. То есть, кто-то говорит, если вы по личному телефону делаете звонки по работе, то это уже вы используете личный гаджет в рабочих целях. Ну, в общем-то, правда. Кто-то говорит, что если у вас есть приложение почты корпоративной, например, на телефоне, то это тоже. Ну и критерии очень разные. Отличаются. Смысл какой? Уже, по-моему, года полтора или два назад компания Microsoft, если память не изменяет, нет, изменяет. Компания Intel проводила маленькое исследование, насколько эффективно это. И вот фактически 55% сотрудников используют, большинство компаний почта. И на 57 минут, это такие очень условные подсчеты, на самом деле, по моим ощущениям, больше сокращается время на бизнес-процессы у каждого сотрудника. 57 минут в неделю. По моим ощущениям, это уже близится к дню. То есть, если я нахожусь в дороге, если я не сижу целый день в офисе, то я очень существенно экономлю на том, что я получаю данные на мобильный телефон. Пробежимся дальше. Подытоживая, компания Symantec прогнозировала, что через 2-3 года 30-40% сотрудников, которые работают в компании, будут работать удаленно. И 30-40% компаний будут работать фактически без офисов удаленно. У кого есть удаленные сотрудники? Ну, немного, да, процентов 15-20 немножко, но вот да, через 2 года, я думаю, что даже больше, чем 30-40 компаний будут поднимать руки и говорить, что у них есть сотрудники, которые не находятся в офисе. Это касается не только мам, например, в декрете, которые могут работать из дома совершенно спокойно, нормально, эффективно. Это касается, например, регионов. Компания, которая в Москве хочет специалиста хорошего уровня, должна заплатить за него круглую сумму. Специалист на Дальнем Востоке, который с очень хорошей компетенцией хочет найти работу, не может у себя в городе, например, найти такую работу, чтобы мы платили много за нее. И интересы их совпадают. Они находят друг друга. Московская компания по стоимости чуть ниже находит специалиста. Специалист из региона получает хорошую работу по хорошей стоимости в соответствии со своей квалификацией. Это двунаправленное движение, и оно не остановится, потому что это выгодно и работодателям, и сотрудникам. Ну, исключая тех, у кого компетенции не очень, а они живут в Москве, например. Ну, мы на них не рассчитываем, мы рассчитываем на эффективных сотрудников. Страшный слайд с названием «неизбежность». Я вот несколько трендов вынес сюда, он не страшный на самом деле, просто слово такое с негативной коннотацией немножко. Мобильность и мультиканальность – это то, без чего мы не сможем в ближайшем будущем фактически существовать. Мы не сможем уже жить без того, чтобы, находясь в любой точке, где есть интернет, а интернет уже покрытие очень существенное, не получать, мы говорим про рабочую информацию, рабочую информацию. Ну, и мы не можем отмести того, что я хочу получать или на мобильном телефоне, на десктопе, на планшете, ну, с любого устройства фактически. Еще одна штука – это скорость. Теперь пришло совершенно четкое ощущение, что скорость принятия решений, скорость коммуникаций, скорость работы – это конкурентное преимущество. Когда я обращаюсь в две компании и прошу выставить мне счет, и одна компания обращается в бухгалтерию и выставляет мне через два дня, а вторая присылает через 15 минут, то логично, какой счет я оплачу, если услуги у них примерно одинаковые. И это самый простой пример, который вот приходит в голову фактически. Мы, наконец, начали компании воспринимать скорость как конкурентное преимущество, и она будет расти. Мы немножко, ну, немножко, наверное, ближе к тому, чтобы по-другому посмотреть на измерение эффективности работы. Если раньше и у многих руководителей и бизнесменов есть такой подход и до сих пор, они говорили, что человек в офисе должен находиться с 9 до 6. Вот есть такое жесткое требование. Я контролирую, во сколько ты пришел, во сколько ты ушел. То акцент смещается на эффективность работы. Не отработать 8-9 часов в день, а решить задачу. И мы перемещаемся из формата учета рабочего времени, который ты провел в офисе, на формат решения задачи. И нам нужны другие инструменты для этого. Качество коммуникации. Я сегодня буду говорить про качество коммуникации. И сотрудники, и руководители очень хотят, чтобы качество коммуникации было выше. Даже если они не проговаривают это прям словом. Качество коммуникации выше. Мы хотим обратную связь. Ее очень не хватает в компаниях. Я чуть-чуть попозже разобью немножко тему. Сейчас, наверное, просто пролистаю. Потом мы чуть подробнее остановимся. Ну и, соответственно, для всего этого, для всех этих трендов нам нужны новые инструменты. К чему я подвожу? Сервис Bittrex24 фактически возник как ответ на то, что мы видим на рынке, на эти потребности. И мы сегодня посмотрим, каким образом это решается. Прежде чем я к основному докладу перейду, я немножко хотел помочь вас вопросом про опыт компании. Есть две компании, в которые я хочу обратиться. Например, они проектируют дома. Одна компания работает на рынке 25 лет, а вторая работает один год. При прочих равных, в какую компанию вы обратитесь? 25. А есть варианты с годом? Нет, есть, да? А почему с годом? Потому что за 25 лет они могут обрасти к замыленным глазам и, скажем так, лишними фонтами. То есть проще равны внешние проявления. А если те, которые год, они будут стараться очень сильно, а те, которые 25, они будут не очень стараться. Да, спасибо огромное. Это вот единственный аргумент, который мы, в принципе, на семинарах нашли вместе с аудиторией, что молодые, они более динамичные. Они хотят вгрызаться в рынок, они готовы делать больше, чем те, кто работал до этого. Да, давайте. Есть, да, то есть люди, которые приходят на рынок, да, то есть у них есть что-то, да, вполне возможно, что может снести старые компании. Да, то есть поиск нового. Но чаще всего это видно на этапе, там, пресейла мы говорим, да, или когда сравниваем две компании. В основном, когда мы говорим компании 25 лет и компании год, мы отдаем предпочтение той, у которой больше опыта. Так вот, что же такое опыт? Предположим, вот они две компании, одна из них 25 лет проектирует дома, а вторая год. Я пойду в то, где 25, потому что, скорее всего, проектировщики проходили эти задачи не раз. Они на все грабли наступили, они не сделают каких-то глупых ошибок, да, они все понимают и сделают мою задачу здорово. А теперь мы смотрим на обратную сторону из компании. Там работала команда классных проектировщиков, они делали все очень здорово, но в один момент они не сошлись с работодателем во мнениях, встали и ушли. Компания на рынке 25 лет? Она умеет решать задачи? Нет. Чаще всего нет. И я призываю подумать о том, в чей же собственности находится опыт. Сотрудник работал на вас долго, продуктивно, и если вы не умеете сохранять этот опыт, накапливать у себя и передавать его дальше внутри компании, то он заработал себе компетенцию. Он на рынке стоит дороже, объективно, независимо от чего. А вы как бизнес не получили, ну кроме портфолио, фактически никаких знаний. Раньше всего это коснулось CRM, когда работали два менеджера, один из них уходил и уносил в Excel половину базы, и это было очень больно. На семинарах всегда кивают головами, говорят, да-да-да, многие проходили через эту историю. Это деньги и клиенты, они прямо на виду сразу же. Все остальное точно так же нуждается в том, чтобы вы накопили это, контролировали, сохранили, умели передавать. Да, простите за длинное вступление, я перехожу дальше как раз к сервису. Это вторая часть и второй доклад. 12 инструментов Bitrix24, мы на них сегодня посмотрим, я чуть-чуть обозначу их в самом начале. Концепция Bitrix24 состоит в том, чтобы саккумулировать большинство инструментов, которые необходимы каждому сотруднику ежедневно. Для того, чтобы он не переключался между 10 программами в разные окна, а работал в одном окне. Фактически это браузер из любой точки и решал задачи, которые у него повседневные есть. Что есть внутри продукта и какие блоки мы сегодня посмотрим? Соцсеть компаний, задачи проекты, делегирование, постановка и контроль поручений. Это большой блок по коммуникациям, там есть чат-видеозвонки. Это работа с документами по редактированию, по хранению, по синхронизации документов облачной. Календари, блок по почте, CRM и телефония. У них очень интересная интеграция внутри есть, я ее чуть-чуть покажу, проанонсирую. Блок по управлению персоналом, много интересных функций. Это мобильность, естественно, как ответ. И магазин приложений. Несколько штук тоже посмотрим. Итак, смотрите. Вот эта центральная страница сервиса Bitrix24, в основе которой лента. Давайте я чуть поближе это сделаю, чтобы дальним рядом было виднее. Почему я говорил про ленту в социальных сетях и удобство восприятия? В компании точно такой же большой поток информации. И самое удобное – это передача его в ленте. Мы заложили концепцию в продукт коммуникации, общения и циркуляции информации. Она проходит через ленту, это лента персонализированная. Если я участвую в задаче, то я получу сюда уведомления. Если мне написали персональное сообщение, я получу. Если же это не касается информации меня, то, соответственно, в ленте она не отражается. Тот же самый принцип, что у вас получается в любой социальной сети, у вас персонализированная лента. В этой ленте можно разместить информацию как для всех. Я могу написать всем, указав в получателях всю компанию. Могу написать кому-то конкретно, выбрав фамилию. Могу указать структуру компании, отдел маркетинга, например, или два смежных отдела, плюс несколько человек, которым это будет интересно. И, говоря про это, мы видим, что формат почтовый, обмена почтовыми сообщениями постепенно отходит, потому что он не предполагает активной коммуникации и совместной работы. Давайте сразу расскажу, наверное, не буду откладывать. Когда мы обсуждаем, например, договор, обычно по почте, мы что делаем? Обозначаем пять участников, отправляем письмо, прилагаем файл. Участники отвечают нам чем-то. У кого-то есть привычка ответить на всех, у кого-то нет. И это такая длинная переписка, мы начинаем обсуждать этот договор. 40-50 писем с пяти участников. В итоге конечной информацией обладает только тот человек, который отправил письмо. То есть мне придут все ответы, если я инициатор. Самое интересное случается в двух случаях. Первый случай, когда нам нужно в конце этой переписки подключить еще одного участника. Мы забыли интерес чьей-то стороны, еще одного юрисконсульта, которого нужно подключить. Что мы делаем в почтовом формате? Мы пересылаем письмо. Человеку приходит огромная простыня. Там у кого-то подпись снизу, у кого-то сверху, у кого-то две строчки, у кого-то 17. И там есть какая-то хаотичная переписка. Кто ответил на всех, кто не на всех. Есть только итоговый файл, который мы присылали, и какой-то комментарий. Он не может понять ход наших мыслей, что мы уже обсудили, что не обсудили. Поэтому он начинает все заново. И второй интересный сценарий. Когда мы понимаем, что сотрудник и инициатор этого сообщения увольняется. Такое случается, то есть не секрет. Я вместе со своим почтовым архивом, даже если я его оставляю, уношу все те знания и всю ту работу, которую я проделал. Кто пытался разобрать почтовый архив сотрудника? Да, это же адская история. То есть единственное, что можно в почтовом архиве найти, это поиском что-нибудь. И тот и не уверен на сто процентов, что это тот самый нужный файл, например. Он последней версии или не последней? Это те контакты или не те контакты? То есть фактически это мертвый груз. Такой большой почтовый архив. Даже если я совершенно честно ушел. Что получается в формате обсуждения и в варианте, ну, фактически корпоративной социальной сети? Мы начинаем обсуждать, комментируя основное сообщение. Комментарии понятны, доступны всем. Когда нам нужно подключить еще одного человека, мы просто в получателе добавляем еще одного человека. Все. Он читает переписку, понимает ход мыслей, все нормально, отлично. Значит, второй кейс, когда человек уходит, все остается на портале. Мы точно так же находим сообщение, все, что он написал, и точно так же можем посмотреть. Я не сказал еще про один важный момент, а он действительно важный. Это когда мы несколько раз обсуждаем одно и то же. Вот так бывает, например, выбираем мы CRM-систему. И мы там собрали большую дискуссию, со всеми переговорили, посмотрели несколько CRM-ок, и в итоге пришли к выводу, что вот это оптимально для нас. Через полгода приходят новые сотрудники и говорят, а что вы не выбрали? Вот она же прекрасная. И если у нас нет истории того, как мы пришли к этому решению, мы начинаем заново все. В это увлекается огромное количество людей, тратится огромное количество сил. И это один из примеров. Давайте чуть дальше. Это нематериальное стимулирование. Бейдж благодарности HR очень любит, а в корпоративной практике чаще всего плохо используется. Давайте забегая вперед тоже, скажите мне, какие у вас в компании есть способы для того, чтобы дать обратную связь, ну положительную давайте обратную связь. Про негативную не будем. Никаких? Знаки отличий. Знаки отличий. Какой-то повесит бейджик, да? Так. Наливают иногда. Иногда. Да. А если хорошо работает, что есть такой риск там, что часто наливают? Нет? Совсем нет? Ну хорошо. Я думаю, что мы там через полчасика подкачаемся. Часто называют что? Называют там корпоративную доску, например, почета, если такая есть. Повесили на доску почета. Премии, как материальное стимулирование, которые через полтора месяца после твоего хорошего поступка возникают. Тоже такая странная взаимосвязь. Очень просто в компании получить негативную обратную связь. Вот простите, накосячил, тут же получил. Мгновенно там очень короткий промежуток времени проходит между первым и вторым действием. А позитивную обратную связь тяжело дать. И практике, к сожалению, такой практике давать положительную обратную связь нет. Если нормальный руководитель, он тебя похвалит, подскажет что-нибудь. Если руководитель не сильно заботится о коммуникациях внутри своего отдела, то это пройдет стороной. Внутри корпоративного портала каждый может сказать спасибо своему коллеге за что-нибудь. Оперативно отреагировали на запрос. Здорово решили задачу. Креативно подошли к вопросу. Все, что требует поощрения со стороны моей, то есть я хочу сказать спасибо. Я говорю это в корпоративном портале. Это супер здорово работает. Это вот кажется вроде бы, что просто плюшка на всех. Это внимание, которое вы оказываете человеку на всех. Вы отмечаете его перед всей компанией. Ему хочется делать добрые дела в дальнейшем. Значит, давайте к коммуникациям. Большой блок по коммуникациям есть внутри продукта. Мы понимаем, что коммуникация в компании очень важна. Чем быстрее я дам обратную связь, чем быстрее мы обсудили какой-то момент, тем эффективнее наша работа становится фактически. И сейчас каждый сотрудник привык к тому, что он использует несколько разных каналов связи. То есть все мы пользуемся какими-нибудь мессенджерами. Ватсап, вайбер, все что угодно у нас есть на телефонах. Это быстрая переписка или мессенджер социальных сетей. Мы хотим написать, тут же написали, тут же получили ответ. Удобный инструмент? Удобный. Почему его не использовать в корпоративной работе? Непонятно, он же дает прирост по эффективности. И то же самое касается всех остальных каналов коммуникации. Скайп, личный телефон. В совершенно разных местах, не принадлежащих компании, мы ведем переписку. И в итоге получается, что менеджер, который вел клиента, общается с ним по мобильному телефону личному. Или через скайп совершил какой-то звонок. Или через личную почту что-нибудь отправил. Все, что не завязано на компании, не является собственностью компании. Возвращаясь к тому, кто же является фактически собственником информации внутри компании. Поэтому нам очень хотелось дать удобные инструменты, которым действительно здорово пользоваться в корпоративной среде. И возможность эти инструменты привязать к самой компании. Давайте посмотрим, что получилось фактически. Я рассказал вам уже про первый инструмент, про сообщение друг другу в живой ленте. Мы внутри битрикса ушли от электронной почты в принципе. То есть у меня на визитке есть электронная почта, она для внешних контактов. Мы внутри компании не пересылаем друг другу электронную почту. Я объяснил почему, рассказал сценарий, это здорово работает. Вот мы на себе это проверили, не пишем письма. Не эффективно, не интересно, не тот формат уже фактически. Дальше идем. Мы хотим быстрого общения. И вот этот мессенджер, который заменяет большинство мессенджеров, используемых всеми, кто есть. Во-первых, все, что через этот мессенджер отправляется, сохраняется. Я могу всегда вернуться к переписке с коллегами. Если я что-нибудь пообещал или мне дали важную информацию, я могу поднять эту историю. Во-вторых, там есть все контакты внутри моей компании. Мне не нужно никого добавлять. Пришел новый сотрудник, я его добавил отдельно в Skype, например. Нет. Они сразу же есть там, я могу им позвонить, написать, совершить фактически видеозвонок. Вот мы здесь видим. Это звонок в браузере. Вам не нужен специальный софт или специальные программы для того, чтобы совершать такие звонки. Chrome, Firefox или любой приличный браузер, да простит меня, IE, могут позволить себе совершенно спокойно совершать видеоконференции до четырех человек. И это здорово работает, когда вы находитесь в разных местах. Уезжаете в командировку, у вас разные офисы. Приятно поговорить с человеком лично, да? Ну, хотя бы увидеть его лицо. Так существенно сложнее сказать, нет, я не буду это делать, когда ты смотришь в глаза человека, а он тебе ставит такую задачку. Соответственно, да. Поскольку у нас есть мобильное приложение, там нарисован скриншот с iPhone, это скорость SMS-сообщения. Вы написали человеку, вы тут же получили ответ. Скорость сохраняется, информация является частью компании. Идем дальше. И мы хотели сделать видеозвонки, которые поддерживаются не только в браузере, но и в мобильном приложении. У нас есть мобильное приложение для Android и для iOS. На обеих платформах оно работает и поддерживает при сети 3G или хорошего Wi-Fi нормальные видеозвонки. Один на один, например, мы можем позвонить коллеге и поговорить с ними, где бы мы находились. Забегая еще дальше. Здорово, когда мы контролируем внутренние коммуникации. Но очень хочется компаниям понимать, что же происходит и за периметром компании. И поэтому внешние звонки внешним контрагентам, например, тоже очень хочется контролировать. Я говорю контролировать не в плане жесткости, а понимать, что происходит и иметь возможность повлиять на это. Поэтому мы дали возможность внутри продукта интегрироваться с IP-телефонией. То есть звонить на внешние номера, на внешние мобильные номера или обычные номера с помощью того же самого мессенджера, который мы вам показали. Мы набираем номер, звоним человеку. Это достаточно простой способ коммуникации. Самое интересное получается в следующем блоке, когда мы будем говорить про CRM. Там действительно интересный, нужный и очень полезный для каждого человека сценарий. Здесь показаны три способа использования IP-телефонии внутри Bitrix24. Первый – это привязать свой номер. Я привязываю корпоративный или мобильный номер и совершаю все исходящие звонки. Соответственно, все их получают с того номера, который я привязал к системе. Второй сценарий – это взять номер для приема звонков, для входящих. То есть арендовать номер не только в Екатеринбурге, в Москве, в Петербурге, но и за рубежом в принципе. И получать на него входящие звонки. Вы можете указать такой номер и получать на местный номер звонки, обрабатывать их в браузе. И следующая история. Если у вас уже есть SIP-телефония, все настроено, работает, то можно подключить ее к Bitrix24. Вкусные сценарии этого подключения. Я чуть-чуть попозже, когда про CRM буду говорить, покажу. Давайте еще один блок посмотрим. Это блок управления задачами. Можно я тоже вам вопрос. У кого автоматизирована постановка и контроль вручения? Ух, совсем немного рук. Я боюсь спросить, как остальные работают. Но пока вы эту разницу не почувствуете, такого разительного эффекта на словах, конечно, не получится. На самом деле разница космическая. Можете запомнить тех, кто поднял руки, подойти к ним в перерыве и спросить, что получается. Но чаще всего получается совершенно обычная история. Она у всех примерно одинаковая. Если раньше я ловил сотрудника в коридоре и говорил, Сергей, сделай мне отчет к пятнице. Он кивал головой и мы оба забывали до пятницы. Но его потому что отвлекли еще раз в коридоре. Он хороший человек, я хороший человек, мы зла друг другу не желаем. Но он не сделал отчет в пятницу, потому что забыл про него. Но это абсолютно нормальная история. Очень большой поток информации идет. Если я не могу поставить через какую-то систему поручение, не могу вспомнить сам, что я это поручение поставил и не могу проконтролировать, 40-60% таких поручений не выполняется. Это нормальная практика. То есть вот это так происходит в большинстве компаний. Если вы исключение, то вам сильно повезло. В любом случае, применяя автоматизацию таких вещей, вы сильно выигрываете и снимаете головной боль и возможные конфликты. Давайте я чуть-чуть покажу, что можно делать в Bitrix24 с использованием задач. Мы этот механизм называем задачами. Каждый сотрудник может поставить себе или своему коллеге задачу. Это достаточно просто. Там будет видеоролик, на котором можно посмотреть, как это. И несколько кликов и действий делается. В задаче я указываю ответственного. Этот ответственный один человек. Ну невозможно поставить задачу на несколько людей. Если вы пробовали, да, размазанная ответственность. Это никто ни за что не отвечает. Но у задачи бывает несколько исполнителей. Когда вы в команде должны решить какое-то задание, какую-то историю завершить. Поэтому есть поле со-исполнителей, куда я добавляю людей, и они тоже участвуют в задаче, тоже вносят свой вклад. У задачи есть, естественно, срок. И мы должны этот срок поставить. Я думаю, что сегодня Глеб Архангельс как раз будет говорить о правилах постановки таких задач. Непременно будет говорить, что один из самых важнейших атрибутов – это конечность задачи и срок, которым ты поставил. У нас есть волшебные счетчики. Я не знаю, насколько из задних рядов видно вот эти счетчики. Когда мы показываем, какое количество задач требует вашей реакции немедленно. Это задачи, закончившиеся по сроку, либо задачи, которые заканчиваются сегодня. Так вот, в счетчике мы ставим также задачи, которые без срока давности. То есть я поставил коллеге задачу, но не указал срок давности. Это ошибка, это неправильно. Мы делаем так, чтобы вы завершили и правильно, корректно поставили задачу. Кстати, очень хороший кейс у нас есть у одних из партнеров. У них один офис находится в Петербурге, а второй в Новосибирске. Там разница по времени. И они говорят, с помощью этого мы отлично научились правильно формализировать и ставить задачи. Как только петербургский офис ставит задачу неправильно, они теряют сутки из-за разницы во времени. Мы же там не поняли, переспросили, а те увидели только на следующий день. Пара месяцев они отлично ставят задачи, все четко формулируют и все друг другу понимают. Нужно придереться, но тем не менее. Мы показываем цветом, это список задач на самом деле. Мы цветом показываем, какие задачи находятся в нормальном режиме, какие просроченные, вот тут красные. Я про счетчики немножко сказал. Это такой элемент геймификации, модное слово. Она действительно здорово работает. Сейчас не буду рассказывать каких-то кейсов, но счетчики сильно помогают уделять внимание именно тем задачам, которые прямо сейчас нужно решить. Это те же самые задачи, только в другом представлении. Называется это диаграмма Ганта. Она хороша тем, что ты можешь понимать, какое количество задач одновременно у тебя находится на календарном графике. То есть одновременно я решаю сейчас или мой сотрудник решает 15 задач. Если я ему поставлю 16, то смысл не изменится. Он и 15 не сделает, и 16 тоже. И точно так же я планирую свое время, распределяя свои ресурсы соответствующим образом. Прямо из этого списка можно управлять этими задачами, переносить крайние сроки, изменять от местных, ну и какие-то действия и задачи их производить. Теперь еще один вопрос к вам. Я немножко задавал про удаленных сотрудников. Вот те, кто удаленных сотрудников, понятно, что хочется контролировать. А есть ли у кого-то аутсорс, и вы замеряете время по часам? То есть есть сотрудники, которые работают, и у них задачи в часах измеряются? Совсем чуть-чуть? Тогда давайте ролик посмотрим, и я чуть-чуть прокомментирую. Вот здесь как раз мы создаем задачу. Вот та самая форма, она существует в двух форматах. Первая упрощенная форма, это она, и вторая форма посложнее. Мы указали исполнителя, указали соисполнителя, поставили крайний срок для задачи и поставили галочку «Учитывать время». На самом деле там в других полях есть и детальное описание задачи, и файл, можно предложить много-много всего сделать. Задача ушла ответственному, ответственный получил ее в живой ленте. Если я ответственный человек и получил задачу как ответственный человек, то в живой ленте у меня задача отобразилась. Я начал ее выполнение. Я нажал кнопку «Начать выполнение задачи», система начала считать время, которое я потратил на конкретно эту задачу. Например, время дизайнера, которое в часах чаще всего измеряется и продается дальше. В это время мне приходит другая задача, у которой приоритет выше, мне нужно срочно переключиться. Поскольку человек с системой не многозадачная, я могу делать только одно дело одновременно, качественно, то что делаю? Я переключаюсь на другую задачу, и система автоматически ставит на паузу предыдущую. Таким образом, в итоге я получаю в этих отчетах график по состоянию моих задач фактически, по тому, сколько времени я потратил, в каком состоянии находятся мои задачи. Если временной учет подставлен, то, пожалуйста, всю эту картинку я вижу. Ну и вот тот самый список отчетов. Тут достаточно мелко, но мы основную статистику по эффективности решения задач, по количеству задач поставленных, можем видеть по каждому сотруднику. Я могу видеть, как сотрудник по себе, плюс по своим подчиненным иерархия поддерживается внутри продукта. Теперь еще один момент по работе командной, работе над проектами. Мы долго смотрели на формат такой работы, что это может быть, как удобнее работать, и получается, что это групповая работа. Если говорить, опять же, проводить аналогии с социальной сетью, то фактически это группы социальной сети. Мы собираем группу на продвижение нового продукта. Приглашаем туда несколько человек из разных отделов. Они включаются в эту группу и начинают работать. Это юристы, маркетологи, продуктовые менеджеры, все кто угодно. Эта группа может быть открытой. Например, мы собираемся обсудить новогодние праздники и говорим, ребята, все идеи, которые у вас есть, пожалуйста, в группе указывайте и обсуждаем активно. Либо финансовая служба собирается обсудить сокращение в кризис зарплат. И они делают закрытую группу, которую никому не видно, кроме трех участников на сервисе, на портале корпоративном. И они там обсуждают все эти истории. К этому всегда можно вернуться. Начиная с корпоративного нового года, который мы в прошлый раз, какие идеи у нас были, давайте посмотрим. И заканчивая обсуждение финансовых схем или любой задачи, которая существует внутри корпоративной группы. Еще одна важная история. Мы понимаем, что задачи часто обсуждаются не только внутри рабочей группы у себя в компании, но к задаче привлекаются внешние специалисты. Консультанты, подрядчики, партнеры, те, кто не находится в компании. И вроде бы хочется пользоваться тем же самым удобным инструментом, но с другой стороны нельзя показывать информацию, которая корпоративная, которая на портале находится. Поэтому мы назвали это экстранет, а по сути это возможность в группу добавить внешнего пользователя. Пользователь приходит в группу и участвует в обсуждении, ставит задачи, сохраняет файл, работает с документами, ведет все коммуникации, пользуется чатом, но видит только то, что находится внутри группы. Всю другую информацию он не может видеть, потому что он в статусе внешний пользователь. К большому блоку с документами. Вообще это, наверное, самая объемная часть, которую компания создает за процесс своей деятельности. Это количество документов. У всех есть файловое хранилище. Кто постарше, у того огромное файловое хранилище. Кто помладше, у того поменьше. И админы регулярно пишут письма. Друзья, уберите, пожалуйста, всю музыку и видео, потому что у нас место закончилось, это атас какой-то. И с файловыми хранилищами, вот сколько я видел примеров, чаще всего история получается точно такая же, как с архивами почты. Непонятно, что где находится, какая версия последняя. Коммерческое предложение, нижнее подчеркивание, 12-15 год, может быть последним, а может быть не последним. Поэтому самый надежный способ позвонить коммерческому директору и сказать, пришли мне в почту последний вариант КП, который нужно заполнять. И так обычно и делается, так обычно и происходит. Потому что нет механизма, который называется версионность. Я чуть забежал вперед. Bitrix24 сервис позволяет структурировать и хранить файлы. Там очень детально настраиваются права на файлы, начиная от права на папку с наследованием, либо персонально на каждый файл, по имену, либо по структуре. И вот как раз те самые механизмы, которые не позволяют сделать бардак внутри, называются версионностью, здесь показаны. Мы можем понять, какой файл кто когда изменил, и какая версия есть в текущем варианте. И мы можем откатиться, если эта текущая версия почему-то исправлена неверно, или мы считаем, что это неверно. Еще один огромный и важный механизм, когда файлов становится много, нужно в них ориентироваться. Поэтому нужен поиск. Bitrix24 индексирует все, что находится внутри. Сообщения, сообщения друг другу, файлы, которые можно распознать. Открытый офис, Microsoft офис, распознанный PDF даже. Он хранит это у себя в базе и выдает по запросу. Если мы знаем, что договор в пункте 6.7 содержит заговыристую формулировку, то вводя эту заговыристую формулировку, мы его совершенно спокойно можем найти. Это быстрый онлайн поиск. Мы прямо вверху в строке начинаем набирать несколько букв, и система подсказывает нам, в какой сущности это есть. Это в документах, это в переписке или еще где-то. Ну и маленькая опция для тех, кто часто делится файлами, а файлы сейчас большие. Я, например, часто отправляю презентации свои куда-то, на конференцию или на выступление, и поделиться гигабайтом, если там несколько видеофайлов заложено, в почте уже невозможно. Поэтому проще всего отправить ссылку. Для того, чтобы не выкладывать ни на какие внешние ресурсы, я могу такую ссылку сделать и отправить кому-то для того, чтобы он ее скачал. Эту ссылку я могу ограничить по времени. Например, она живет три дня, и все, после этого по ссылке нельзя зайти на файл. Или ограничить по времени и поставить пароль. То есть только зная пароль и попав в нужное время, пройдя по этой ссылке, человек может такой файл скачать. Опция отличная, если вы такими файлами делитесь. Но поскольку мы говорим, что мы мобильные, часто путешествуем, находимся вне офиса или просто хотим поработать из дома, нам бы хотелось, чтобы даже когда не было интернета, мы могли позволить себе поработать на текущей документации. В самолете, хотя в самолетах появляется Wi-Fi, или еще где-то. Bittrex 24-диск – это система, которая позволяет и хранить файлы, и синхронизировать файлы. Он устанавливается на вашу локальную машину, и вы можете сохранить личные файлы у себя на рабочем компьютере, на рабочем ноутбуке, и даже без интернета, предактировать их, когда интернет появится. Система автоматически синхронизирует то, что есть у вас на локальной машине, и то, что существует на сервере. Больше того, если у ваших коллег тот же самый файл находится на их локальных машинах, она им отдаст новую свежую версию. Ну и по редактированию два слова. Мы проводили в прошлом году исследование, и еще одно исследование, которое чуть попозже вышло, фактически подтвердило наши цифры. Около 90% сотрудников внутри компании используют Microsoft Office в формате открыть документ, подредактировать 2-4 буквы, несколько цифр и закрыть документ. Это самые частые действия. И для этого, в общем-то, не нужен дорогостоящий офис, который покупается каждому сотруднику. Мы подумали, что здорово было бы обойтись без офиса и даже ставили над собой эксперимент, когда у себя офис сносили и жили только в облачном редактировании. Те, кто часто делает презентации, им не хватало PowerPoint, кто работает с Excel-скими отчетами, им не хватало Excel. Все остальные совершенно комфортно себя чувствовали. Мы дали возможность редактировать документы либо в Google Docs, либо в Microsoft Online. Вы один раз вводите учетную запись, пользователи Android живут с учетной записью Google. Все остальные вводят ее один раз и потом прямо в облаке редактируете те самые документы. Прямо в браузере. Вы не открываете их на локальной машине, хотя и такая возможность тоже есть. Открываете браузер, редактируете документ со всеми вытекающими последствиями и возможностями Google. Если пользуетесь, то знаете, что одновременно редактирование несколько человек могут делать или последовательно изменять файл. Давайте переключимся на этот слайд. Я чуть-чуть ускорюсь. Это возможность документа оборота. Вот эти страшные схемы, они наверняка страшно выглядят, да? Страшно? Красиво? На вкус и цвет здесь, да? Это схемы, которые позволяет этот конструктор вообще, который позволяет запустить по маршруту документы. И вы можете нарисовать такой маршрут, если вы понимаете, какой тип согласования документа или какой тип маршрута документа у вас есть. Если вы такую схему нарисовать можете, то, скорее всего, вы сможете сделать этот бизнес. Бизнес-процесс без технической помощи. Этот конструктор позволяет мышкой вот прямо из правого блока ну давайте, да, из правого блока в левый перетащить нужное действие, например, уведомление пользователя о чем-то или внутренние сообщения, вплоть до смс-сообщения, или направление это определенному сотруднику на утверждение. И очень разные сценарии поддерживаются. Там есть сценарий параллельного согласования, последовательного согласования, по голосованию. Очень много историй можно сделать. Это очень сильный инструмент для организации документов ворота и очень серьезно эти бизнес-процессы ускоряют движение документов внутри компании. Это не несколько дней, когда с одного стола на другой перекладываются документы и подписываются. Это очень быстрая коммуникация, когда ты в любом месте открыл портал и фактически сделал то решение, которое требуется тебе. Давайте я быстро пробегусь по блоку CRM. Хотя CRM супер интересная штука. Если я вдруг что-то не скажу, вы либо вопросами, либо чуть-чуть похоже в кофе-брейке поймаете, я вам порассказываю. Но фактически вот мы говорили, CRM-система, вроде бы все согласны, что она есть, а у кого есть? Все говорят уже, наверное, лет 10, что без CRM-системы никак нельзя. Никто не говорит против, я ни разу не слышал. Но есть она у 30% населения. Очень хочется верить, что может быть вот событие кризиса, и как про него все говорят, что кризис-кризис, нужно что-нибудь делать, оптимизироваться, сподвигнет вас все-таки использовать такую систему. Она встречает сопротивление от сотрудников. Да, в любом случае, какую бы CRM-систему вы не внедряли, если у вас есть такой опыт, это сопротивление. Людям нужно переучиться и делать что-то дополнительно. Но она дает сильный эффект. Я расскажу немножко по возможностям CRM-системы, которая есть в Bittrex. Это хранилище данных контактов и компаний. Мы сохраняем списки контактов, списки компаний, для того, чтобы впоследствии понимать историю взаимоотношений и понимать, каким образом мы с этими компаниями можем взаимодействовать, увеличивать свои продажи, вторичные продажи. Это существенно проще, чем продать заново первый раз человеку. Огромное количество лидов, ну мы называем их лидами, давайте я буду расшифровывать немножко, я уже в терминологии, валятся со всех сторон. Лид – это потенциальная сделка, потенциальный контакт. Мы сходили на семинар, познакомились друг с другом, с выставки принесли визитки, нам поступил входящий телефонный звонок. На сайте заполнена форма, это все лид – потенциальный контакт, который может перетечь в сделку, а может не перетечь. Форму может заполнить робот, или с выставки мы собрали не ту визитку, там этот человек никогда не заинтересуется нашими услугами. И вот такие визитки мы заносим либо руками, либо автоматически. У нас есть готовые автоматизированные процессы, связанные с сайтом. Битрикс – управление сайтом. Если у вас сайт на битриксе, тогда вы автоматически можете получать лид, ничего при этом не делая, как лид в CRM-системе сразу же при заполнении формы на сайте. Либо тем же самым конструктором управлять движениями таких лидов. Самый стандартный сценарий – лид меньше 100 тысяч рублей, условно говоря, отправляется дому менеджеру, больше 100 тысяч рублей отправляется менеджеру к корпоративным клиентам. Либо лид сегмента B2B в одну сторону, сегмента B2C в другую сторону. Опять же, сценариев много. Как вы нарисуете, такой может работать. К CRM тоже это все применимо. Ну и фактически лиды занесены в CRM-систему. Мы планируем по ним действия, мы планируем позвонить, встретиться, ну или каким-то образом подтвердить такой лид. Когда мы понимаем, что да, лид успешный, мы конвертируем его в такое понятие как сделку и работаем с ним уже профессионально. Фактически это вот база клиентов. Давайте я сначала покажу красивый сценарий интеграции с IP-телефоней, а потом немножко про сделку еще расскажу. Вот прямо из CRM-системы можем позвонить человеку и поставить галочку записать разговор. Администратор может поставить галочку «Писать все разговоры». И сейчас давайте, чтобы я еще не анонсировал дополнительно, маленький видеоролик, который показывает входящий звонок. Нам звонит человек, контакт которого у нас уже есть. И система показывает, кто это, и показывает нам последнюю сделку этого человека прямо в карточке. Мы можем перейти в эту сделку, не задавая лишних вопросов, понять, что происходит с этой сделкой, что нам говорит человек, и перевести, например, сделку в другую стадию, если по телефонному разговору это уже понятно. Это снимает кучу вопросов. «Здравствуйте, кто вы? Что вы хотели?» Менеджер имеет возможность ответить «Здравствуйте, Сергей Николаевич!» и продолжить разговор. Сергею Николаевичу приятно, что его уже узнали и в курсе, зачем же он может звонить теоретически. Ну и, естественно, запись разговора, к которой мы можем вернуться. Вот он список сделок. Вы настраиваете стадии сделки так, как у вас в бизнесе заведено. Это может быть 3 стадии, это может быть 15 стадий. Двигаете эти сделки, естественно, получая отчеты. Но не только отчеты. Вы получаете отчеты, клиенты получают счета. Я приводил маленький пример про скорость. Кто может выставить счет? Чаще всего это бухгалтер, которому нужно просить, который супер занят, а у него отчетность, а зайдете вечером. Менеджер должен сам иметь возможность выставить такой счет и отправить его. Если вы загрузите фоксимили и скан печати, то вы можете в режиме реального времени выставить счет. Это преобразуется у вас в PDF-документ, и вы сразу же, чуть не во время телефонного разговора, можете отправить это клиенту. Один из моих любимых сценариев – можно в мобильном приложении выставить такой счет прямо на встречу у клиента и не уходить, пока не оплатят, например. Или еще как-нибудь. Такие счета умеют интегрироваться с 1С. В 1С появляется счет, который менеджер выставил. Но самое главное и интересное – 1С умеет отдавать информацию, оплачен счет или не оплачен. И менеджер не дергает бухгалтера, пришли, не пришли деньги, оплатили, не оплатили. Он видит это сразу в CRM-системе без захода в кабинет бухгалтера. Естественно, есть огромное количество отчетов о CRM. Тут 16 предустановленных отчетов, которые дают понимание, что происходит с лидом, что происходит со сделкой, как быстро они закончатся, сколько денег мы можем заработать, насколько один менеджер эффективнее другого, как они обрабатывают лиды. Очень-очень много средств. Если вам вдруг 16 отчетов не хватает, то есть конструктор отчетов, вот здесь в правой колонке, вы можете задать сами параметры, какой период временной, какой ответственный менеджер или кто, чем занимается и получить срез. Это либо табличная форма, как вы здесь видите, либо графики. Вы выбираете сами наглядность, либо цифры. Естественно, мы показываем воронку продаж. В двух вариантах это конверсионная воронка продаж и воронка продаж классическая. Одна из них показывает, сколько доходит от самого начала до самого конца. Вторая показывает, сколько отваливается на каждой стадии. Это супер важная аналитическая информация. С нее в обязательном порядке рекомендую начинать. Естественно, еще раз напомню про два приложения. Это какой-то седьмой айфон. Он сильно растянутый, по-моему. Но не суть. Либо на айфонах, либо андроидах вы можете большинство операций с CRM выполнять. Менеджер в дороге. Можете перевести сделку с одной стадией на другую, посмотреть контакты, добавить новое дело, запланировать звонок и сделать много всего полезного, находясь не на рабочем месте. Маленький блок, но важный, про корпоративную отчетность и планирование корпоративного времени. Я предполагаю, что как раз Глеб Аркангельский сегодня будет много об этом говорить. Я чуть-чуть скажу про возможности сервиса. Это, естественно, введение календарей. В календаре существует личный календарь, существует календарь рабочей группы, какого-то проекта, либо существует общий календарь компании. Вы можете создавать неограниченное количество календарей, понимать, какие варианты встреч у вас есть. Назначая встречу, система подсказывает вам, кто из коллег, которых вы хотите на встречу пригласить, занят в это время или не занят. В итоге вы планируете время правильно. Система умеет напоминать, если это хочется, выделяет цветом, суммирует несколько календарей на одном листе. Кстати, там есть двумаправленная синхронизация с Outlook. Если вы уже привыкли в Outlook работать, то это переносится и туда, и туда, и на мобильный телефон в том числе. Ну и немножко по учету рабочего времени. Мы говорили, что можно измерять рабочее время, затраченное на конкретную задачу, а можно измерять время, которое ты потратил, просидев на рабочем месте, либо время от начала рабочего дня до окончания рабочего дня. Когда ты записываешься в книжку, это такая жесткая штука достаточно. Приходишь на завод, записываешься в книжку. Когда у тебя есть возможность открыть браузер, если ты в командировке, например, и нажать кнопку начать рабочий день, а по окончании рабочего дня закончить рабочий день, это существенно более мягкий способ. Но он дает четкую картинку, сколько человек проработал в том или ином формате. Часто при внедрениях эти данные синхронизируют системой пропусков. Если есть у вас карточки на работе, прикладывайте перед тем, как зайти. Вот она синхронизируется. Если вы вне офиса, пожалуйста, нажимайте кнопку в браузере. Если вы в офис пришли, то прикладывайте карточку, у вас отметится таким образом именно. И одно из самых приятных, наверное, для руководства – понимание того, что твой сотрудник сделал за определенное количество времени, за прошедшее время. Я могу попросить систему, приказать системе, настроить систему, сделать так, чтобы все менеджеры определенного отдела отправили мне отчет раз в день, или раз в неделю, или раз в месяц. Могу персонально это сделать, могу по отделам. И у сотрудника вылезает вот такое окошко, заполни, пожалуйста, отчет, что же ты сделал. Туда попадают все задачи, по которым есть учет рабочего времени. Если мы отмечали, что я пять часов работал над какой-то задачей, мне не нужно записывать ее в отчет заново, она автоматически попадет туда. Или мы можем текстом просто заполнить, я делал одно, второе, третье, пятое, седьмое. Руководитель принимает отчет либо с положительной, либо с отрицательной оценкой, давая обратную связь. То есть ты хорошо поработал, ты нехорошо поработал. Если хочет, может прокомментировать такой отчет. Но на самом деле это дает очень хорошее понимание того, чем все занимаются. Так, я пролистнул собрание планерки, хотя штука очень интересная. Чуть-чуть про обучение. В коробочной версии продукта, а я чуть попозже скажу, чем отличается коробочный от облачный, и что эти слова в принципе страшные обозначают, есть возможность создать курс, обучающий курс, и сотрудники проходят его с получением сертификата определенного. Я думаю, что здесь много знакомых слов. Это онлайн-курсы, которые фактически, я вот разговаривал с HR-ами на конференциях, они начинают принимать как сертификаты, сертификаты этих курсов, они начинают принимать практически так, как дипломы определенных вузов про доп. образование, например. Если ты прошел серьезный курс на той же самой курсере, то, соответственно, ты сдал экзамен и подтвердил свою определенную компетенцию. Я думаю, что чем дальше, тем интереснее будет развиваться вот это онлайн-образование, тем большую часть оно будет занимать. Для нас в прикладном варианте это означает, что мы можем создать курс, любой курс, для начинающих сотрудников, для тех, кто только пришел к вам, для тех, кто начинает работу, чтобы адаптация прошла легче, для тех, кто собирается переатестовываться по пожарной безопасности, ну почему угодно. Одна из сетевых компаний, у которых больше двухсот, по-моему, магазинов по России, они торгуют техникой, они к корпоративному порталу пришли именно через этот запрос. Они говорят, нам нужно учить менеджеров, информация постоянно обдавляется, у нас выходят новые модели телефонов, новые маркетинговые программы, мы не можем посадить всех в один класс и научить их чему-то. Нам нужно дать им инструмент для того, чтобы они прочитали и прошли такой курс. Вот они таким образом поддерживают в тонусе всех сотрудников и знания проверяют. Вы можете сделать такой курс, это несложно, там нужно знать фактически Word и придумать тестовые вопросы. Вы сами определяете 50% ответов на вопросы прохождения или только после 80% или после 100% вы получаете сертификат, и с какой попытки можно сдавать. Если у вас человек не может справиться с курсом с 13-й попытки, может быть, не стоит такого сотрудника держать. Разные случаи бывают. Это то, как выглядят в мобильном приложении, немножко адаптированном мобильном приложении такие курсы. Есть специальное решение, которое позволяет закачать на мобильник курсы, в метро или еще где-то без интернета, пройти их и потом синхронизироваться. Волшебная картинка, показывающая пульс компании. Что такое пульс компании фактически? При внедрении очень важно понимать, продукт приживается или нет. Вообще продукт приживается здорово, потому что вот те инструменты, которые я сегодня показывал, они же очень привычные. Мы все привыкли работать в социальных сетях. Поставить задачу – это очень простая история. Поставить задачу – простая задача. Ты открываешь интерфейс, он интуитивно понятный. Специально учить всех работать в корпоративном портале особенно не приходится. Компании, у которых средний возраст небольшой, например, 20-30 лет, вообще складывают это на лету. Тех, у кого в компании средний возраст повыше, да, проходит обучение, но не возникает больших сложностей для того, чтобы продукт внедрить дальше. По крайней мере, если мы сравниваем разные системы, то интерфейсы Bitrex 24, они очень близки пользователю, потому что он такой опыт уже имеет в интернете. Здесь как раз мы показываем по семи инструментам. Социальная сеть, задачи, использование диском, мобильную версию CRM. Кто как пользуется в компании CRM. Это такой общий пульс либо средний по больнице, либо по конкретному участнику, кто каким инструментом пользуется. Если бухгалтерия не должна CRM использовать, то это нормально. А если менеджер по продажам пользуется CRM, значит это странная штука. Это вот такая картинка, которую руководству очень важно понять. Ну и я обещал два слова сказать про приложение и магазин приложений Bitrex 24. У всех есть мобильные телефоны с Google Play либо App Store. Вы понимаете, что можно скачать какое-то приложение, которое расширяет функционал, дает чего-то новое интересное. У нас тоже есть такая же история. Я несколько приложений покажу. Там их много на самом деле. Можно посмотреть, полистать. Часть из них бесплатная, часть из них бесплатная. Я выбрал пару интересных. Сейчас расскажу. Это генератор landing page. А с landing page кто-нибудь работал с посадочными страницами? Да, руки вижу, но вот фактически вы можете интегрироваться в сервис и все лиды, которые собирает посадочная страница, автоматически будут создаваться лидами в CRM-системе. Ее проще будет обрабатывать. Еще одна штука, правильно, это план продаж. Когда вы выставляете своим менеджерам планы продаж, они с ними регулярно сверяются, а вы смотрите статистику. В плане вы идете, не в плане, что вам нужно сделать, ускориться или нет. Быстрый KPI. Система тоже направленная на логичные штуки. Это дополнительные срезы фактически по CRM-системе. Как ваши менеджеры работают, сколько они делают, что они делают, правильно, неправильно, в другую сторону. Расчеты сотрудниками. Можно уйти от Excel, завести в корпоративный портал расчет зарплаты сотрудников. Определенные механизмы, если интересно, посмотрите. Ну и, например, куда можно подключить бухгалтерские истории. Elba, 1S Fresh, Contour. Можно интегрировать внутрь корпоративного портала и в одном окне работать с ними. Таких интеграций много. Вот, наверное, последнее, по-моему, это 1S-документоборот. Интеграция с 1S-овским приложением. Там сложная архитектура, сложная система. В 1S, по-моему, ведется весь документоборот. В корпоративном портале показывается в большей степени. Ну и давайте к самому интересному вопросу. Значит, вверху то, что действует до конца этого месяца. Я сейчас расскажу. Я обещал сказать два слова по тому, что такое облачный формат и что такое коробочный формат продукта. Продукт, про который я рассказывал, существует в двух вариантах. Опять же, да, он может быть в облаке. Это означает, что вы просто заходите на сайт bitrix24.ru, заполняете логин, пароль, получаете доступ, начинаете работать. Вся ответственность по обеспечению работоспособности лежит на нас. Мы его администрируем, вы больше никуда ничего не заносите. Фактически не думаете о том, работает сервис, не работает, какая у него безопасность, что там случается с файлом. Плюс этого формата – очень быстрый вход и очень удобная работа. Минус – это ограничение по изменению. То есть если вы хотите какой-то процесс затащить исключительно под себя, то есть логика, которая заложена у нас в продукте, не совсем соответствует вашей, вы хотите его изменить, то это в большинстве случаев в облаке невозможно. Коробочный формат устанавливается у вас на компьютере, на сервере, который существует у вас или у хостера, администрируется либо вашими силами, либо силами партнера. Но огромное преимущество этого формата в том, что он может изменяться каким угодно образом, начиная с дизайна, перекрасить в сиреневенький, и заканчивая с серьезными бизнес-функциями, с бизнес-логикой, с интеграциями внутренних корпоративных информационных систем. Возможности очень большие. Теперь давайте пробежимся, наверное, по тарифной сетке. Я быстро-быстро обозначу. У нас есть совершенно волшебный тариф. Мне про него всегда радостно рассказывать. Там есть такое слово «бесплатный». Я никогда с последних рядов не видно. Я его вслух произнесу. До 12 человек команды, которые небольшой бизнес и команды, которые собираются использовать в ограниченном формате, например, могут в облаке пользоваться этим продуктом с некоторыми ограничениями. Без синхронизации 1С, например, и без отчетов руководству. Полностью CRM, коммуникации и все, про что мы рассказывали. Бесплатно. До 12 человек. Если у вас больше 12 или вам нужны дополнительные возможности продукта, то вы выбираете один из двух тарифов. Команда или компания. Отличаются они по функционалу. Можно посмотреть. И они предполагают больше 12 пользователей. Вот сколько больше 12 мы не ограничиваем здесь. Вторая история касается коробочных. Называется коробочных продуктов корпоративный портал и холдинг. Отличаются они тоже по функциональным возможностям. Холдинг нужен компаниям, у которых, если очень грубо говорить, офисы, например, в разных странах, которые друг с другом не пересекаются. Это единая группа компаний, но условно офис, который находится в России, никак не коммуницирует с офисом в Австрии. Там собственники что-то делают на своем уровне, но сотрудники не общаются. Это редакция холдинг и редакция корпоративный портал, которая закрывает большинство потребностей на самом деле. Подробнее пообщайтесь, если конкретные вопросы есть. Опять же, у нас в перерыве можно поймать, помочь. 129,5 – это стоимость продукта разовая. Вы покупаете себе эту коробочную версию, ставите ее, работаете. И туда включен год поддержки, абонентской поддержки, получения всех обновлений. Обновления у нас выходят раз в полгода. И там такие серьезные, интересные обновления и по безопасности, и по новому функционалу. Если вы хотите продляться на следующий год, то это 22% от стоимости редакции. Если вы вдруг не хотите продляться, то вы работаете с этим продуктом, он у вас в рабочем состоянии, в том формате, к которому вы пришли, установив его за год. Ну и верхняя история – это 329,5 тысяч. Вот теперь почему я колдовал со слайдом. С понедельника мы поднимаем цены. Возможно, если кто-то сомневается принять, не принять решение сейчас, можете подойти к IPG и сказать, ребята, мы прям хотим по старой стоимости, как с раками, по 3 рубля на сегодня. Есть небольшой лаг, можно такое сделать. Мы что-нибудь придумаем, если вы сегодня созреете, грубо говоря. Следующая стоимость понедельника возрастает. Возрастает она достаточно прилично. И вот редакции облачные остаются в том же самом формате, как я и обещал. 4,999, 9,9 в месяц. Корпоративный портал, который в коробке, дорожает существенно. Он будет стоить 199,500 и 499,5. Презентация дадим, все можно будет посмотреть. Сейчас завершающий слайд. Если хочется попробовать продукт, я очень рекомендую попробовать его в облаке. Начните прямо сейчас. Bittrex24.ru Здесь есть Wi-Fi. В рамках этой конференции хотел бы сказать, что мы как раз те ребята, которые занимаются внедрением продукта Bittrex24 в компании и консалтингом по данному продукту. Занимаемся мы этим уже более четырех лет. Начинали еще с корпоративного портала, с коробочной версии, когда у Bittrex не было облачной версии. И сейчас специализируемся в том числе и на Bittrex24, на облачной версии. Я хотел бы с вами как раз поделиться нашим опытом внедрения данного продукта в компанию. Поскольку перед каждым управленцем рано или поздно встает вопрос сделать это самостоятельно, привлечь какого-то консультанта или отдать это полностью на аутсорс компании. Вот я хотел бы как раз рассказать, в каких случаях какой вариант подходит лучше. Тема моего доклада «Как построить эффективную команду за шесть дней». Для того, чтобы понять, как внедрять корпоративный портал Bittrex24 в вашу компанию, надо как-то компанию классифицировать. Мы привыкли классифицировать компании по пяти основным признакам. Это размер компании, ее возраст, степень формализации ее бизнес-процессов, уровень автоматизации и отрасль вид бизнеса. Ключевыми показателями, на наш взгляд, для внедрения портала являются два. Это размер компании и степень формализации процессов. Поясню, что такое степень формализации процессов на всякий случай. То есть, насколько хорошо описаны бизнес-процессы вашей компании, насколько они присутствуют в ваших регламентах и насколько хорошо в компании они соблюдаются. Если нанести два данных показателя на ось ординат, то мы получим четыре вида компаний. Это большие компании со слабой формализацией, маленькая компания – слабая формализация, маленькая компания – сильная формализация и большая компания – сильные формализации. Позвольте задать вопрос. У кого в компании бизнес-процессы прописаны, они есть в регламенте, они отточены и они реально выполняются всеми сотрудниками компании? Поднимите, пожалуйста, руки. Я увижу три руки. По нашим данным сейчас в зале где-то 250-260 человек. То есть, эта ситуация нормальная. И Bitrix24 как раз призван сделать из маленькой компании слабой формализации, маленькую компанию с сильной формализацией и тем самым сделать из маленькой компании большую. Итак, давайте рассмотрим, какие особенности при внедрении корпоративного портала есть в каждом виде компаний. Рассмотрим сначала небольшие компании со слабой формализацией. Здесь все очень просто. Компания может подстроиться под продукт, потому что, как правило, человек немного, процессов нет и поэтому принимается полностью логика продукта и компания гибко под нее подстраивается. Это так называемый принцип try and buy. Попробовал и купил. Зачастую используется только тот функционал, который приживается. То есть, многие из вас, например, сегодня, послушав про продукт Bitrix24, могут бесплатно зарегистрироваться в нем, ввести промо-код, получить дополнительно 5-гигабайт дискового пространства и, в общем-то, объяснить ребятам из офиса, что сегодня мы работаем здесь, поразбираться в нем получше. Может быть, пригласить консультанта на 2-3 часа, чтобы он объяснил все, ну и начать использовать. Это самый простой метод внедрения. Если компания маленькая, но формализация в ней уже построена достаточно серьезно. В этом случае необходимо адаптировать функционал Bitrix под вашу компанию. Возможно, необходима интеграция с какими-то корпоративными информационными системами. Например, вы используете 1С и вы хотели бы настроить интеграцию между CRM, Bitrix24 и 1С. Или же у вас есть какие-то программы по документообороту, к которым вы уже привыкли. Или какие-то еще. Бывают самописные программы, которые необходимо интегрировать и получать информацию непосредственно в Bitrix24. В этом случае уже необходим руководитель проекта от вашей компании. Ну и сроки внедрения должны быть достаточно разумными. И рассмотрим третий вариант, самый сложный. Если у вас крупная формализованная компания, вы уже давно на рынке, все у вас в принципе хорошо работает, но вы хотите, чтобы работало еще лучше, еще быстрее, еще современнее. Именно для этого, в общем-то, Bitrix24 и предназначен. И в этом случае здесь уже существенная интеграция с KISS необходима корпоративными информационными системами, потому что она зачастую не одна. Интеграция достаточно плотная. Интеграция зачастую не стандартная. Необходима доработка функционала под себя. В этом случае обычно подходит уже не облачное, а коробочное решение, потому что необходимо достаточно плотная кастомизация решения под нужды компании. В корпоративный портал необходимо внедрить все существующие бизнес-процессы, а также, может быть, какие-то новые, которые ранее не были автоматизированы. Тут обязательно нужен выделенный руководитель проекта и зачастую в таких компаниях внедрение разбивается на какие-то этапы. Ну, то есть первым этапом мы можем внедрить стандартный функционал, вторым этапом провести интеграцию с корпоративными информационными системами и так далее. Я бы хотел рассказать основы методики внедрения, то есть те пункты, которые включаются практически в любую программу по внедрению корпоративного портала в компании. То есть без этих пунктов внедрить, наверное, не получится. Но повторюсь, что в каждом случае внедрение может быть индивидуально. И насколько оно индивидуально, как раз мы выявляем на самом первом этапе. Он обычно бесплатный. Это проведение брифинга. То есть мы высылаем вам подробную анкету с вопросами и в рамках этой анкеты мы пытаемся выяснить, какие у вас цели и задачи от внедрения. Что у вас за компания? Ее размер, возраст, отрасль. Мы пытаемся понять структуру компании. Какой функционал корпоративного портала на ваш взгляд будет востребован вашей компанией. Если это корпоративный портал коробочной версии, то нужно понять вопросы серверной части. То есть где вы собираетесь его хранить? На внешнем хостинге или в вашей IT-инфраструктуре? Интеграция с какими корпоративными информационными системами необходимо? Какие бизнес-процессы вы планируете автоматизировать? Узнать ваши текущие бизнес-процессы? И постараться распределить примерно матрицу прав внутри корпоративного портала. После этого… А, да, извините, забыл сказать, что вот на всех слайдах будут присутствовать вот такие прямоугольнички. Это срок реализации этапа. То есть первый этап у нас занимает один день. Если вы работаете быстро, мы высылаем вам бриф. За день ничего нового там нет. Соответственно, там два часа вы этому брифу посвящаете, высылаете нам. На следующий день мы можем назначить встречу и обговариваем уже методику внедрения, которую мы считаем наиболее эффективной для вашей компании. На встрече, по сути, мы рассматриваем те же вопросы, но более детально. Нам важно понять, какие функциональные возможности не будут использоваться после первого этапа внедрения. То есть, может быть, не все функциональные возможности портала вам нужны, и нужно их скрыть для того, чтобы они не мозолили глаза непривыкшим пользователям. Будем ли внедрять портал сразу для всех сотрудников или, может быть, сначала для пилотного отдела? Особенно, если это касается каких-то крупных федеральных компаний, такой подход вполне применим. Обговариваем все бизнес-процессы, которые необходимо автоматизировать и перенести на портал, какие новые бизнес-процессы хотелось бы внедрить на портал, и выявляем алгоритм работы вашего отдела продаж. Это очень важный момент, потому что нам важно правильно настроить под вас CRM-систему. Ну и, собственно, после этого переходим к третьему основному этапу. Это распаковка BitX24 и его настройка под вашу компанию, под ваши нужды. Состав этапов, состав пунктов этого этапа может быть немного разным для каждой компании, но обычно он выглядит примерно так. То есть, во-первых, если это коробочная версия, мы настраиваем сервер и распаковываем BitX24. В случае, если это облачное решение, разумеется, этот пункт мы пропускаем. Заполнение сотрудников компании и структуру компании. Временно отключаем весь лишний функционал, который вы не будете использовать. Внедряем и настраиваем модуль технической поддержки в случае, если вы будете его использовать, ну, чтобы пользователи могли комфортно себя чувствовать и задавать сразу какие-то вопросы в техническую поддержку. Настраиваем CRM-систему. Конкретно мы настраиваем абсолютно все поля у лидов, контактов, компаний, сделок именно под вас, именно под ваши нужды. Настраиваем роли и права доступа к CRM. Настраиваем поля для автоматического формирования коммерческих предложений и счетов индивидуально под вашу компанию. Настраиваем интеграцию с телефонией, чтобы вы могли принимать и совершать телефонные звонки прямо из CRM. А также настраиваем интеграцию с почвей. Занимает это обычно в районе трех дней. Следующий этап зачастую многие компании берут на себя, но мы также эти услуги оказываем. А конкретно это формирование нормативной документации, то есть некий регламент работы с порталом. Например, мы можем описать детально для вашей компании, как и в какой последовательности сотрудники вашего отдела продаж будут работать с CRM-системой. Чтобы у них всегда было под рукой регламент, и они могли к нему обратиться и, собственно говоря, по нему корректировать первое время свой трудовой процесс. Также на этом этапе вводится внутренний приказ компании о вводе регламента и прохождении тестирования. Не вводится, извините, а подготавливается внутренний приказ компании. И, собственно, важный пятый этап – это проведение семинара. Мы собираем всех сотрудников компании, это бывает по-разному, да. То есть мы можем провести семинар, можем провести видеокурс и выложить его на портале для всех сотрудников. Можем провести вебинар в случае, если сотрудники разрознены по стране. Или отделы компании находятся в разных уголках города и достаточно сложно всех собрать воедино. То есть это обговаривается. На какие темы обычно проводим? На самом деле все очень индивидуально, но чаще всего заказывают следующие обучающие темы. Это общее знакомство с Bitrix24. То есть мы знакомимся со всем функционалом, который будет использоваться в данной компании. Рассказываем, как все работает и зачем это нужно и чем это, собственно, вам поможет. Далее отдельный доклад по мотивации сотрудников в использовании Bitrix24. Это отдельно для руководства и отдельно для сотрудников компании. Это тоже очень важный момент. И обычно у нас его читает бизнес-тренер для того, чтобы грамотно замотивировать сотрудников в использовании портала. Ну и практические курсы. Практические курсы по использованию CRM, по использованию индивидуальных бизнес-процессов. Которые настроены в данной компании и индивидуально для них. Здесь я подчеркнул наиболее важные этапы, без которых не обойтись. Этапы, которые не подчеркнуты, мы считаем, что без них обойтись можно. То есть обязательными этапами являются брифинг, встреча, настройка портала и обучение. То есть без нормативной документации и без последних этапов можно, в принципе, обойтись. А последние этапы это следующие. Это рассылка паролей и краткой инструкцией, мы ее называем, скринкаст по использованию тех функций портала, о которых мы говорили на обучении. Это запуск в работу приказа о вводе, о прохождении тестирования, о вводе регламента в компанию. Ну и, собственно, анализ результатов тестирования, насколько обучение прошло хорошо, мы понимаем на этом этапе, и насколько сотрудники поняли, как работает функционал портала и нужно ли нам проводить какое-то дополнительное обучение, или мы можем уже двигаться дальше и внедрять новые возможности. Вторым этапом обычно внедряется какой-либо нестандартный функционал, либо же тот функционал, который на первом этапе мы заведомо специально перекрыли как неосновной. Как внедряется неосновной функционал, который есть в битриксе? То есть мы, во-первых, делаем его доступным, во-вторых, либо проводим дополнительное обучение, либо делаем анонс новых разделов и показываем его пользователям. Делаем скринкаст и дополняем наш регламент по работе с порталом. Собственно, пользователи смотрят этот скринкаст и начинают пользоваться новым функционалом. Задают вопросы при необходимости. Также на втором этапе настраиваются различные сложные модули. Например, интеграция с вашими корпоративными информационными системами, особенно если эта интеграция нестандартна. Это может быть интеграция BitX24 с вашим сайтом или с интернет-магазином. Это может быть проектирование, разработка и внедрение каких-то сложных бизнес-процессов. Повторюсь, нестандартных, потому что стандартные обычно включаются все в первый этап. То есть все, что занимает много времени, чтобы быстро запустить портал, лучше перенести на второй этап. Но если мы посмотрим на список обязательных этапов, то мы увидим, что все можно уложить в принципе в 6 дней. То есть плотно поработать чуть больше недели и портал может быть внедрен даже в крупную компанию. Также я хотел задеть такой вопрос, очень важный для многих руководителей, как поддерживать интерес ваших сотрудников в BitX24. На самом деле интерфейс BitX24 очень и очень дружелюбный, он напоминает социальную сеть, в нем быстро и легко можно разобраться, особенно если сотрудники вашей компании моложе 35 лет. В целом разобраться, разумеется, может абсолютно любой человек. Но есть также дополнительные легкие правила, которые помогут быстрее прижиться этому продукту в компании. Во-первых, мы всегда рекомендуем руководству активно участвовать в жизни портала, размещать задачи, общаться в бизнес-чате, перенести ряд бизнес-процессов в портал, комментировать новости, общаться, собственно, в задачах, в комментариях с сотрудниками, показывать хороший пример использования портала. Ну, собственно, второе, да, так связано с первым, это можно ограничить общение компании только в бизнес-чате внутри портала. Ну, то есть отключить все внешние другие источники и мессенджеры, такие как Skype, Viber и прочие. То есть отвечать сотрудникам только в бизнес-чате. Соответственно, им придется пользоваться порталами и общаться с вами через бизнес-чат. Можно автоматизировать различные заявки и запросы через портал, которые нужны всем, как правило, в любой компании. Это могут быть заявки на канцелярские товары, которые вы так или иначе раз в месяц оформляете. Это могут быть заявки на службу IT, допустим, что у вас ломался компьютер или вам нужно поменять мышку и так далее. В некоторых компаниях мы внедряли даже автоматизированные заявки на заказ такси. Разные бывают потребности. Далее, анонсируйте новости компании и обсуждайте их вместе с вашими сотрудниками. И увеличивайте долю неформального общения, чтобы пользователи помогали, что с вами, с руководством можно без проблем пообщаться в рамках портала и, ну, собственно, барьеров для общения с вами намного меньше. Отдельно хотел поговорить о том, как мотивировать отдел продаж использовать CRM. Потому что, ну, зачастую многие выбирают Bitrix24 именно для того, чтобы автоматизировать работу отдела продаж и это очень серьезный и хорошо продуманный модуль Bitrix24. Здесь есть один очень хороший совет. Перенесите часть бизнес-процессов полностью в CRM-систему, чтобы их просто никак нельзя было в компании сделать, кроме как через Bitrix24. Что это за процессы? Ну, отправка, получение почты. В Bitrix24 есть сборщик почты, он очень удобно сортирует ее по контактам и вся переписка хранится в нужном контакте в истории взаимодействия с клиентом. Совершение приема звонков только через Bitrix24. Уберите телефонный аппарат с его стола и оставьте только гарнитуру. Все, он сможет звонить только через Bitrix24. Согласование документов. Не принимайте у себя людей с бумажками, типа подпишите, пожалуйста, счет и так далее, или согласуйте договор. Согласование только через бизнес-процесс. Все, ребята у вас быстро начнут пользоваться и поймут, насколько это удобно. Работа с клиентской базой – то же самое. То есть клиентская база может быть где-то в Excel, на шаре валяться. То есть удаляйте все эти файлы, интегрируйте клиентскую базу полностью в CRM и быстро очень приучите ваших менеджеров пользоваться именно этой системой. Ну и как только они начнут это делать, они сами поймут, что это очень-очень удобно, потому что им не придется записывать какие-то дополнительные действия по сопровождению клиента в историю сопровождения с ним. А это основной момент и основная болячка, из-за чего CRM плохо внедряется. То есть все записывается автоматически. Вы совершили звонок – он прикрепляется в историю взаимодействия с клиентом. Вы написали письмо – оно само прикрепляется. А у нас, по сути, только есть три основных вида общения с нашими клиентами. Первый – это звонок, второй – это электронная почта, и третий – это встреча. Вот единственное, что не автоматизировано, да, это встречи. Результаты встречи придется менеджеру записать. Но обычно он и так это записывает в свой ежедневник, а здесь он сможет записать в портал. Ну и второй пункт, да, то есть проведите мотивационный тренинг, о котором я говорил раньше. То есть бизнес-тренер доходчиво и понятно объяснит вашим сотрудникам, почему они начнут больше зарабатывать, почему их труд станет эффективнее, почему они будут больше успевать благодаря CRM, почему они не будут ничего забывать, почему клиенты будут довольны и так далее. Ну и последний пункт, который касается внедрения портала – это техническая поддержка. Здесь я говорю, что в случае с Bitrix24 с облачным решением, ну и в принципе с коробочным, у Bitrix есть своя техническая поддержка, и вы всегда можете написать, если у вас активная лицензия, непосредственно в Bitrix они обязательно вам ответят. Если вам нужна очень оперативная техническая поддержка, то такие услуги оказываем мы, оказывают партнеры Bitrix. Мы, в общем-то, поднимаем модуль технической поддержки на вашем портале и вы можете писать нам, у нас есть срок реагирования в зависимости от тарифа, мы очень быстро отвечаем. Что может входить вообще в услуги по технической поддержке? Ну, во-первых, если у вас core-портал коробочной версии, то вам надо обслуживать сервер, наладить ежедневное резервное копирование, может быть, настроить веб-кластерную технологию, чтобы если упал один сервер, второй продолжал работать. Ну и восстановление работоспособности портала в случае, если что-то с ним случилось. А также это консультации пользователей портала, определенное количество часов работы нашего технического отдела на портале, ну то есть какие-то постоянные его доработки, ну и нестандартные доработки корпоративного портала. Стоимость услуг наших выглядит примерно следующим образом. Здесь приведены цены от, потому что все всегда индивидуально, компании разные. Но в целом вот то внедрение, о котором я сейчас рассказывал, первый этап от шести рабочих дней от 25 тысяч рублей, второй этап с более сложными интеграциями от 35 тысяч рублей. Также я хотел обратить особенное внимание, что у вас в раздатке присутствует листовка. Роздана она только посетителям сегодняшнего семинара, и в ней присутствует промокод. Вы можете ввести его при регистрации в Bitrix24, это в последнем поле промокод IPG, нижнее подчеркивание .conf, и вы получаете сразу три больших преимущества. Первое – это плюс 5 гигабайт дискового пространства в вашем Bitrix24. Второе – это один час консалтинга сертифицированных по один из Bitrix-специалистов. То есть вы назначаете время, мы приезжаем и консультируем вас по любым вопросам на протяжении часа совершенно бесплатно. И скидку 10% на внедрение Bitrix24. Это как раз скидка на тот процесс, о котором я только что рассказывал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди говорят, весь мой день – это какая-то, знаете, вот сел, сосредоточился, вдумался в что-нибудь, в какой-нибудь годовой бюджет, и тут дзынь, человек зашел, телефон зазвонил, письмо появилось. Сейчас же эти пуш-уведомления отовсюду, да, какие-то там файберы, вотсапы, смски, еще что-то, телефонов по нескольку штук. Бывает, на конференцию придешь, рядом человек сидит, у него раз, два, три, четыре на питерском форуме сфотографировал один губернатор, рядом сидел, кстати, сосед ваш, пять мобильников. Я думаю, как же так надо не делегировать процессы, чтобы у тебя было пять мобильных телефонов. Или у него так, этот телефон не прослушивает ЦРУ, этот телефон не прослушивает КГБ, я не знаю. И вот в эту непрерывную раздерганность, получается, ты вроде весь день занят, вроде ты что-то делаешь, но вечером ты уходишь с угрызениями совести, здесь вторая проблема начинается, что на главное, на самое настоящее, на самое такое продвигающее нас в каких-то коммерческих делах, стратегических делах, времени не хватило. Один клиент сказал, знаете, я чувствую, весь день работаю Wi-Fi роутером. Сигнал зашел, сигнал вышел, сигнал зашел, сигнал вышел. А когда в итоге самое лучшее рабочее время, скажите мне? Утром до или вечером после, ну, если жаворонок, то утром до, если сова, то... Кто жаворонки, кстати, поднимите руку, кто утром любит рано встать, больше работать. Сова, кто нравится дольше поспать вечером. Теперь у меня к вам вопрос. Как они, вот это агрессивное меньшинство, ну, вы видели, да, сколько рук, смогло нам навязать эти вот 9 утра, 10 утра, да? А я вам скажу, как. Совы проспали совещание, на котором обсуждалось, какой будет рабочий режим. Поэтому, соответственно, если вы жаворонок, то лучшее рабочее время это до начала рабочего дня, когда тишина, никто не дергает, кофейку налил, хорошо. Совы, наоборот, вечером после рабочего дня все разошлись, можно сосредоточиться, заняться. Суббота. Суббота, воскресенье, правда, вообще прекрасное рабочее время. То есть, самое лучшее рабочее время это нерабочее время, правда? Вас ничто не напрягает в этой фразе? Вот у меня возникает вопрос, а где здесь спорт, семья, друзья, секс, я не знаю, в конце концов, да? То есть, если лучшее рабочее время, это нерабочее время. И это две проблемы текучкой, вот эта нехватка на главное, они очень тесно связаны, вы видели. Третье, это сроки. Кто, поднимите руку, может легко вспомнить ситуацию, когда потеряли задачу, забыли, просрочили, компания потеряла деньги. Есть у кого-то такие примеры? Прекрасно. Остальные просто еще не проснулись и не осознали вопрос. Я думаю, каждый, подумав пять минут, легко вспомнить ситуацию, не успели в тендер. Или успели, но не все бумажечки донесли, поэтому не выиграли. Попали на штрафные санкции. Сделали все, что надо, просто на неделю позже попали на штрафные санкции. Слишком долго готовили коммерческое предложение клиенту, отослали. Клиент говорит, знаете, а я уже тут другое нашел, извините, мне было важно срочно. И может даже купили дороже, чем ваши, но поскольку вы оказались медленнее, то купили ваши конкуренты. То есть сроки – это абсолютно критичная вещь, напрямую влияющая на деньги. Вы знаете, чуть-чуть все-таки в антикризисно, чуть-чуть забегая в завтрашнюю тематику, вот восьмой год точно никому, никого, ничему в этом плане не научил. Ну что, отвечать на телефоны неплохо бы, приезжать к клиентам хорошо бы как-то. Я весной девятого года, в апреле девятого года покупал для дачи дизель-генератор. Ну, электричество плохое, вообще такое, калужское, надо дизель-генератор. Что такое дизель-генератор? Понятно, что основной потребитель – это строители. То есть понятно, что это достаточно сильно упавшая отрасль. Мне этим хозяйственным таким обеспечением занимается водитель, он мне приносит. Вот в Яндексе первые три компании. Я говорю, подождите, я ничего не понимаю, я делаю ответственную высокотехнологичную покупку. Пусть приедут и расскажут, чего, как, вообще, как это бывает. Как вы думаете, какой был ответ на том конце провода в самом, помните, апрель девятого – это самое дно. Вот как раз уже все замерзло, и надежды нет, и вот как вот все, все, все ложатся в гробик и готовятся умирать. И рынок тесно связан со строительным, эти генераторы, причем импортные опять, девальвация и так далее. Как вы думаете, какой был ответ на том конце провода на идею и приехать и рассказать клиенту? Некому. Хочу, модели все на сайте есть, ценовое предложение мы вам прислали. То есть у людей вообще не было идеи, что неплохо бы оторвать задницу от стула и как-то вот чуть-чуть доехать. Позвонили в следующую компанию в Яндексе, позвонили в следующую компанию. На четвертой компании в выдаче Яндекса приехали и начали задать вопросы. Скажите, а вот генератор, да, а монтаж, да, 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 а вот автоматика, чтобы он, ну, конечно, я хочу автоматику, чтобы он сам включался, там, когда… Короче говоря, они мне продали вдвое больше, чем генератор, и я совершенно не в обиде, потому что, да, автоматика нужна, монтаж нужен, потому что люди оторвали свою пятую точку от сидения и доехали, и поговорили, и так далее. И, соответственно, вот эта прямая связь скорости сроков исполняемости с деньгами, которая в восьмом году совершенно и в девятом не проникла в сознание большинства российских бизнесов. Сейчас, дай бог, сейчас кризис будет гораздо сильнее, потому что тогда не было этих внешнеполитических событий. Дай бог, может быть, сейчас как-то 14-й год, 15-й, оно начнет проникать, что уже вот как-то… Может быть, все-таки заняться клиентом, может быть, все-таки как-то к нему ездить и так далее. Прозрачность времени подчиненных. Поднимите руку, кто думает, что более 50% его времени подчиненные тратят не туда. Ну, то есть не так, не оптимально, не так, как хотелось бы. 50% зала считают, что половину фонда оплаты труда, который вы платите плюс МДФЛ, ЕСН и прочие аренды помещений, идет фонд Павла Дурова или кто там сейчас у нас акционер ВКонтакте, правда? Поднимите руку, кто считает, что от 25 до 50% времени подчиненные тратят не туда. Я вас поздравляю, соответственно, 30% фонда оплаты труда. Поднимите руку, кто считает, что меньше 25% ваше подчиненное тратит не так. Один, два, три, шесть оптимистов есть в зале. Я не буду вас расстраивать, разочаровывать, проведите хронометраж со своими сотрудниками в течение хотя бы пары недель. И, возможно, ваше мнение изменится. И это все прямые деньги, правда? Это деньги, которые мы платим, плюс кучу косвенных денег, налоги различные, арендная плата, администрирование всех этих людей. Это огромные резервы, огромнейшие. Очень простой пример. Вы берете любую компанию вашего профиля в США, в Европе, где-то еще, в Латинской Америке, смотрите, в Китае, выручка на сотрудника. Сколько у них в среднем у таких компаний, сколько у вас? Если похоже, значит, вы где-то в тренде, у вас нормальные устроенные процессы. Если меньше, а у нас обычно существенно меньше, скажем, в нашем бизнесе бизнес-образование это может быть и в 7-10 раз меньше, чем на таких развитых рынках. Вот он ваш резерв. То есть вы потенциально из этого человека, из того фонда оплаты труда, который вы ему заплатили, можете извлекать гораздо больше. И, наконец, совещания. Чем больше ваша компания, тем более люди склонны совещаться, тем более эти совещания приобретают формальный характер, документированный, такое становится все больше. Кстати, кто из крупных корпораций пришел? Принимите руки. Не частный владельский бизнес, а такие вот, всякие, большие. Ага. Вот там это еще все очень заформализовано, и там часто рабочий день у людей превращается. В 8 утра пришел на первое совещание, в 21.00 ушел с последнего совещания, ну и теперь можно и работу поработать, которую, собственно, решили делать на совещании. Что с этим всем делать? Теперь, аллилуйя, я принес вам свет, счастье, свободу. Избавление существует. Сейчас тайм-менеджмент в ваших компаниях – это черный ящик. Каждый сотрудник, каждый руководитель в меру своих привычек, традиций, в меру своей испорченности, в меру того, чему его когда-то научили, как-то планирует свое рабочее время, как-то отвечает на электронные письма, как-то приходит готовиться к совещаниям и так далее. Мы не знаем как. Это черный ящик. Наша задача перейти к некоторой более прозрачной истории. Вот, например, лет 15 назад все бизнесы этим занимались в отношении денег. Ну, как-то вот коробка, в которую сваливается кэш и оттуда по необходимости берется, уже не работает. Уже надо блокнотик, у самых продвинутых Excel-файлик должен быть уже как-то доход, расход. Самые-самые продвинутые книжку прочитали, и это, значит, дебет, кредит научились отличать. Я вот до сих пор путаю. Дебюторка – это когда нам должны, когда мы должны. Я всегда должен проконсультироваться с учебником. То есть мы постепенно, бизнесы, делали некую прозрачность в области денег. Мы учились это считать, мы учились этим управлять, мы на это потратили больше 20 лет, и, в общем, большинство бизнесов уже неплохо это умеют делать, и все для этого есть. Ровно такой же путь надо делать в отношении времени, потому что у нас ресурсов не так много. Основные ресурсы бизнеса – это деньги, время, люди, собственно, все – репутация, информация по пальцам одной руки. Вот время – тот ресурс, который с деньгами связан совершенно напрямую. Что такое прозрачная система? Прозрачной системой мы называем ситуацию, когда в компании есть стандарт тайм-менеджмента. То есть когда мы планируем свое время не как придется, а на основе некоторого стандарта, некоторых правил, которые известны, прописаны, которым люди обучены и которым эти люди следуют. Когда я говорю стандарт, у многих возникает такое, что это как Талмуд. Знаете, одна компания из Перми, такая пищевая компания, рассказывали, вот уже 8 месяцев мы прописываем бизнес-процессы. И как-то жизнь и бизнес-процессы все дальше друг от друга, талмудов этих в шкафу все больше, и как-то нам все грустнее, и что-то вот мы не знаем, что с этим делать. Большие корпорации еще больше любят это делать, то есть чтобы вот разослать такую инструкцию о 68 страницах, еще язык, знаете, такой язык. Я долго думал, зачем там такой язык, а потом понял, что если какой-нибудь американский шпион пролезет в Газпром и добудет документацию, он бы все равно ничего не понял. Вот вы там учили русскому языку в этой школе ЦРУ, но он все равно не поймет наши депричастные обороты на три страницы, которыми пишутся наши инструкции. Сразу скажу, когда мы говорим о стандартах, мы говорим о гораздо более простых вещах. Мы эти вещи называем часто памятками. Что это такое? Сейчас я вам даже покажу, у меня одна есть. Это то, чего в самолетах никто не делает. Я во всяком случае не делаю. «Возьмите из спинки впереди сидящего кресла». Кто делает это в самолете? Берет из спинки впереди сидящего кресла. А кто летает и не делает это? Не берет из спинки впереди сидящего кресла. Так, кто не летает вообще? И треть заснула, я понял. Я понимаю, что вечер, четверг, уже почти пятница. То есть идея в чем? Памятка. Не зря в самолете именно так сделано. Человек больше, чем листочек А4, нормальный здоровый человек, которого в школе не учили латыни и греческому, как сто лет назад, он не способен осознать больше одной странички А4, желательно с картинками. Поэтому страничка. На одной стороне управленческие правила, как ты планируешь, как ты делегируешь и так далее. Наоборот, на стороне технические моменты. Как ты все это вносишь, создаешь, в каком ежедневнике, в каком Outlook, в каком Bitrix и так далее. Вот это наш подход к формированию корпоративных таймерских стандартов. И, соответственно, даже если компания большая и даже если она прописывает детализированные стандарты, многостраничные, все равно мы советуем делать эти памятки, вот эти выжимки. Какие стандарты бывают? Четыре основных стандарта мы выделяем, актуальных практически для любой компании. Первый стандарт – это контроль поручений. Стандарт контроля оперативных задач, оперативных поручений. Это вопрос о том, как вы ставите задачи, куда вы их записываете, как вы их контролируете, как вы их отслеживаете. И самое главное, что с этим делают ваши подчиненные. Как они их принимают, как они на них отвечают, как они отслеживают сроки и куда они эти задачи записывают. Второй стандарт – это стандарт планирования. Какими инструментами мы пользуемся для того, чтобы планировать время друг друга, вести наши календари, и какие, опять же, управленческие правила у нас в этом должны присутствовать. Кто и как имеет право распределять время друг друга. Третий стандарт – коммуникации. В первую очередь, телефон, имейл, ну и всяческие онлайн коммуникации. Каким образом мы дергаем друг друга, отрываем друг друга от дела. Чем более электронны наши коммуникации, тем важнее этот стандарт. Обратите внимание, лет сорок назад, когда у всех коммуникаций была пишущая машинка и стационарный телефон. Вот представьте, если вам нужно трех человек поставить в копию. Ну это копирочка, кто помнит, да, под копирочку печатаешь. А напечатать же надо сначала подумать, потому что опечатку ты еще замажешь белыми белилами и пропечатаешь поверх, а если ты совсем как-то плохо придумал, тебе надо перепечатать все это сначала. А печатать, я помню, механические машинки, у меня мама учила меня в детстве заступать в печати, но механические машинки – это тяжелый физический труд был, знаете, особенно если женщины с маникюрами, я вообще не представляю, как они это делали. А сейчас что? Ну поставить в копию 40 человек – какая проблема? И вести такую переписку, знаете, вот это вот, когда уже давно… Вообще о чем? Кто эти Петров и Сидоров? О каких вагонах идет речь? И почему все эти 28 человек стоят в поле копии? Какое они отношение имеют к этим вагонам? То же самое – стационарный телефон. Позвонить человеку на стационарный телефон – это была некоторая такая логистическая операция, то есть на работе он или нет, может быть телефон у него не свой в кабинете, а где-то его надо позвать, и ты, соответственно, к звонку уже готовишься, потому что ты понимаешь, что ты человека сильно оторвал от дела, и ты сам не сразу до него дозвонишься. И телефоны домашние печатали, у меня есть в коллекции ежедневных Академии наук 1936 года издания, там все домашние телефоны напечатаны, ну и понятно, что этикет, ты не будешь человеку на домашний телефон звонить так легко, как мы сейчас друг друга дергаем по мобильному. Ты, очевидно, сначала подумаешь, потом три раза извинишься, и потом этому члену-корреспонденту Академии наук позвонишь. Соответственно, вот эти вот доступные коммуникации сыграли с нами очень плохую шутку. Они придумывались для того, чтобы повысить нашу эффективность, но вот эта легкость и доступность, отрывание друг друга и привели к тому эффекту Wi-Fi роутера, когда ты весь день отвечаешь на что-то, вместо того, чтобы работать. Четвертое совещание. Чем больше компания, как я уже говорил, тем совещаний больше. И в чем проблема? Время тратится кратно. То есть если мы вдвоем неэффективно потратили час, это два человека часа. Если мы в Восьмерон провели неэффективное совещание, мы потратили восемь человеко-часов, то есть целый рабочий день. А это, соответственно, довольно много, это приличные деньги. В качестве домашнего задания посчитайте, сколько стоит час вашего совещания. Какое-нибудь типичное. Возьмите вашу, скажем, планерку генеральной замами. Вот она идет раз в неделю, два часа. Почитайте зарплаты, налоги, аренда этой переговорки, где это происходит. Очень будет интересно. Будете задавать вопросы. Иван Петрович, вы уверены, что вот эта дискуссия стоит те 72 доллара или сколько-то рублей, которые мы уже на нее потратили? Может быть, она этого не стоит. Очень хорошо настраивает мышление людей. Мы в одном крупном банке сделали это для правления. Там же, знаете, эти бонусы годовые, зарплаты белые, ESM на эти зарплаты, НДФЛ и все такое. Там реально иногда, слушайте, мы вот на Audi A4 уже наговорили. Может, на Audi A6 уже не будет? Может, как-то это ограничимся? Может, нормальное решение? Хватит уже обмусоливать. То есть такая материализация времени в части совещания очень полезна. Вот четыре основных стандарта. В больших компаниях добавляется еще пятый. Это стандарт работы секретариатов. Там, где секретарей много, там, где они играют серьезную роль в поддержке топ-менеджеров. Но на секретариатах я сегодня останавливаться не буду, поскольку у нас меньшая часть людей из больших компаний. Первый стандарт, первый вопрос – это контроль поручений. Это самое главное, это самое актуальное. Поднимите руку, кто полностью доволен тем, как ваши подчиненные исполняют ваши задачи. В срок, четко, качество вас устраивает. Да ладно, один человек, да? Один человек. Вот пьедестал, там, организаторы, приготовьте пьедестал. Вы просто не умеете их готовить. Да, у вас еще все впереди. Это всегда так. Когда спрашиваешь руководителей, что вас больше всего не устраивает в корпоративном тайм-менеджере, первый ответ – это всегда исполнительская дисциплина, контроль поручений, сроки. Люди просвочивают, теряют задачи и так далее. Что с этим делать? Есть набор технологий, которые существуют, которые можно посмотреть в книгах, которые я сегодня упомянул. В качестве кратких рекомендаций, в рамках краткой лекции. Первое. У вас должен быть обязательно создан некий материальный, материализованный обзор ваших поручений. Что я имею в виду? Давайте такой социологический опрос. Представьте, вы поставили задачу вашему подчиненному, или договорились о чем-то с коллегой, или ждете чего-то от вашего начальника и хотите это не забыть. Поднимите руку, кто, возможно, впишет себе контрольку в бумажный ежедневник. То есть под какой-то датой, не забыть, проконтролировать. Прекрасно, спасибо. Кто в электронной какой-то? В Outlook, в Bitrix, куда угодно. В любое электронное решение. Кто в айфонах, айпадах, смартфонах поставит себе напоминалочку, чтобы прозвенело и выскочило. Чудесно. Кто стикер наклеит куда-нибудь на видное место? На холодильник, на монитор. Прекрасно. Не надо стесняться, это нормально, я тоже клею стикеры. Знаете, срочная задача удобно клеить на стикерах, на монитор. Жалко, что клей слабый, через полгода они отваливаются. Таймэржеский совет. Покупайте немецкие стикеры. Обращайте внимание на производителей. Не тайваньские в основном, а немецкие. На немецких стикерах ваши срочные задачи провисят на мониторе годами. Ничего с ним не сделать. Квадратишь, практишь, гуд. Все будет хорошо с вашими задачами. Поднимите руку, кто, возможно, листочек А4 бумажный себе куда-то на столе в папочку сохранит, с идеей, что я к этому вернусь и проконтролирую. Так, замечательно. Кто имейл в какой-нибудь папке входящих или в отдельной папке? Замечательно. Кто в голове запомнит, что не забыть, проконтролировать? Это постыдная практика, друзья мои. В вашем возрасте не надо уже этим заниматься. Да. Почему? Потому что как раз первый принцип – это материализация задач в едином хранилище. Обратите внимание, рука сейчас поднималась больше, чем людей. То есть что-то у меня попадет в стикеры, что-то в ежедневник, что-то в айпад, что-то я листочком, что-то в голове запомню. Это уже не система. Если нет одного четкого места контроля, это уже не система по определению. Уже первое, где я это записал, а записал ли я это вообще где-то. И что-то мне от тебя еще было нужно. Что-то мне твоя наглая рыжая морда напоминает. Ну ты пока иди и подумай, что же я от тебя хотел, и потом вернись и мне скажи. Поэтому первый принцип – материализация в едином хранилище. Если вы рядовой специалист или очень маленький начальник, это, может быть, бумажный ежедневник. Если у вас хотя бы десяток-полтора подчиненных, то это, конечно, электронный носитель. Outlook, Bittrex, Megaplan, что хотите, но это должна быть электронная база. Потому что возникает второй принцип контроля, очень важный – это тематические выборки. Вы должны настроить этот контроль таким образом, чтобы он в разные моменты давал вам разные задачи. Видя Иванова, открываете представление подчиненное. Там видите, соответственно, по алфавиту людей и открываете задачи, касающиеся Иванова. У одного моего клиента было две выборки в Outlook – «Люди» и «Починенные». Различались радикальные две понятия. С другой стороны, вы поехали в филиал или в Москву или куда-то еще, вы открыли представление места и там увидели задачи, которые касаются филиала. Вы проводите совещание по проекту, вы открыли представление проекта и увидели то, что касается проекта. Почему я сразу сказал об электронных носителях? Потому что любая хорошая система управления задачами дает возможность такие выборки организовать. То есть вы их один раз настроили и дальше уже ими спокойно пользуетесь. На бумаге, к сожалению, довольно затруднительно такие вещи делать. И третий принцип – заблаговременный методичный предупредительный контроль. Что такое неметодичный контроль? Это шел по коридору, птичка пролетела. Ё-моё, птицефабрика! Так, Иванова, Петрова, Сидорова, быстро ко мне, птицефабрика, тендер, послезавтра. Вот это неметодичный контроль. То есть по факту того, что вам напомнили, по факту того, что вдруг клиент позвонил, знаете, а не хотите ли вы прислать нам все-таки эти 40 вагонов меди? Ё-моё! Записал на салфетке, куда дел салфетку, всё понятно. И потом виновные были наказаны в лесу, как в том фильме. Соответственно, заблаговременность контроля в чем она заключается? Опять же, любой хороший технический носитель, электронный, позволит настроить выборки с заблаговременным отслеживанием задач. То есть не по факту, что срок наступил, а, например, за неделю до срока, или за две недели, или за три дня, кому как удобно. В зависимости от того, насколько у вас длинный горизонт планирования. И дальше совет такой, в ваш рабочий график внесите очень скучную, очень нерусскую, очень такую, знаете, у вас будет просто, ну, не будет хотеться, просто такая вот, вообще, какая-то даже не немецкая, а такая прям швейцарская вещь, 15 минут в день на контроль. Можете жёстко поставить в график, например, с 9 утра до 9.15. Вот когда вы ненавидите человечество, это самое лучшее время для контроля. Можете плавающее сделать, просто 15 минут в день, но неважно, в какой именно момент дня. Что вы делаете в эти 15 минут? Открываете ваш Outlook, Bittrex, Excel, в Excel даже можно контролировать, кому совсем не хочется углубляться в IT-решение. И начинаете задалбывать людей идиотскими вопросами. Здравствуйте, Иван Иванович! У нас с вами была договоренность о том, что по поводу тендера птицефабрики, которая состоится 25 марта, вы 12-го, 12-го сегодня, пришлёте мне предварительные документы. Что-то уже 14 часов, а я их не вижу, и как-то вот хотел их увидеть. Это страшная вещь. Помните, была казнь в средние века, когда капля воды капала? Да? Вроде казалось, капля воды, но человек сходил с ума и в страшных мучениях умирал. Вот это то же самое. То есть люди понимают, вот с этим лучше не связываться. У него все ходы записаны, он всё помнит, он как-то заранее это помнит. Как он это может заранее? Но это вообще не русский метод. Русский метод какой? Что, Наполеон? Что, в Смоленск? В Москве? Кремль сжёл? Ну и дальше, где мой лом? Знаете, с помощью лома какой-то матери мы совершаем подвиг. То есть идея заранее, ну вообще он как-то уже был в Польше, и вообще уже как-то там высказывал разные намерения на свой счёт и так далее. Поэтому здесь вы делаете прямо противоположную нашему темпераменту вещь. У нас темперамент героический. Мы очень хорошо делаем героическое. Вот если что-то надо, вот что нельзя, вот невозможно. Вот так не бывает. Не может человек город-миллионник основать выше, значит там, какой-то широты. А у нас здесь всё миллионник. Петербург построил. Нормально так, да? С дворцами, с каналами и со всеми делами. Вот это наше. Рутинное, регулярное, ровненькое такое, знаете, это не наше. Ну чисто по, знаете, климатическим причинам, скажем так. Ты десять месяцев лежишь на печи холодно, а потом ты за два месяца должен всё это вспахать, засеять и так далее. Там есть социологическая теория, почему мы такие авральны. Кто в аврал себя загоняет? Иногда искусственно, иногда специально. В последний момент работается хорошо. А кто делает ровно, по плану, заблаговременно, аккуратно, так всё. Так, а треть вроде и умные, и красивые, да? Вроде честно сказать, что я авральщик, рука не поднимается. А сказать, что я всё делаю ровно и заблаговременно, тоже не получается. Вот здесь мы делаем эту несвойственную, в общем-то, нам по темпераменту вещь. Ровную, заблаговременную такую. Люди понимают, что это страшно. С этим человеком просто лучше пусть отстанет, лучше ему заранее всё прислать, лучше пусть сделаю, лучше пусть отрежется. И точно такую же делайте раз в неделю. Если раз в день 15 минут на контроль близких вещей, которые уже подходят, раз в неделю полчасика обычно хватает на контроль долгосрочную. Доставить совсем такие длинные проекты, до которых ещё, ой, да посевну ещё. Ой, ещё вообще. Ну вообще уже март практически на дворе, уже вот завтра, уже всё сейчас начнётся. Чтобы эта тема закрепилась, это самая важная тема на самом деле. Я хочу вам рассказать анекдот. Потом через год два-три человека спрашивали, что запомнилось. Ну вот про зайца там помню, про ёжика. Ну хоть и это запомнилось, и слава богу. Звери организовали конкурс по выборам, как сказать, такой приз названия лучшего менеджера. Сделали приз, хороший, красивый жюри, методологию разработали, всё как и у взрослых. И первый этап – самопрезентация. Выходит лев. Опач, лев. Ну конечно я, царь зверей, буду лучшим менеджером. Я как ряфнула! Я как рыкнула! Кто не сделает, башку откушу! Всё, всё, всё будут делать, всё будет, чётко! Леса выходят в каменный век, феодализм. Сейчас же мотивация в стиле экшн, фанки-бизнес, лояльность, корпоративная культура. Ну вот книжки видели все, да? Мы сейчас эту миссию напишем, в рамочке повесим, на верёвочные курсы половину выручки потратим, гимны корпоративные будем петь, рисунки детей сотрудников в коридорах. У кого рисунки детей сотрудников есть в коридорах? Видите, да? Врёте, есть. И одна рука больше, точно. Рисунки детей сотрудников развесим, бесплатно обеду будем делать. Все будут такие лояльные, такие замотивированные, такие будут гореть, гимны будут вообще с семьёй разучивать. Следующий заяц. Ну это всё масло ваше, это мотивация, всё сейчас неактуально. Сейчас что главное? Информатизация. Мы внедрим ERP. Мы внедрим CRM. Мы внедрим TCPIP. Мы оптоволокну всем в голову засунем. ULAP-кубы, GPS-навигация, в режиме реального времени, складской счёт. Мы старую CRM снесём, потому что плохая, поставим поверх неё другую. Нам просто ERP не хватит, мы сделаем SAP. Ну и собственно с этим SAP будем до конца жизни заниматься. Прошло три месяца. Жюри подвело итоги всех практических заданий конкурса. Единогласным мнением жюри лучшим менеджером был признан дятел. Ваш принцип регулярного заблаговременного методичного контроля – это ваш личный маленький домашний карманный дятел. Кто, скажем, захочется подойти к этому совсем системно, добавьте ещё сюда количественный учёт. Картиночка на экране – это не просто картиночка, это из реального живого проекта, руководитель предприятия. Поскольку вёл учёт поручений электронный, почему ещё я вам электронный советую, можно аналитику делать. И он сделал два очень простых показателя – количество поручений на контроле единовременно, то есть сколько я могу держать вообще вопросов в поле своего зрения, и количество поручений просроченных. Соответственно, довольно быстро видно, как уровень моего контроля может расти, и при этом исполнительская дисциплина подчинённых тоже растёт, количество просроченных снижается. В какой-то момент вам к этому захочется ещё денежку привязать. Я вас в этом одобряю, благословляю, поддерживаю. Единственное, что советую – не сразу. То есть сначала с системы надо пожить, она должна немножко притереться. Почему? Потому что много нюансов. Например, вот Вася закрыл одно очень важное поручение, но на два дня просрочил, а Федя закрыл пять неважных, но не просрочил. Кто из них больше молодец? Кому надо дать премию, кому наоборот отобрать? Это не очевидно. И у вас должно пройти какое-то время, система должна, скажем так, устаканиться, утрястись, пройти опытную эксплуатацию, и потом уже можно переводить её в промышленную эксплуатацию. Более того, если вы это будете делать на бумаге, под запись, правильно оформите с точки зрения трудового законодательства, правил внутреннего распорядка, этим можно ещё бить по голове людей, которые будут слишком внимательно читать трудовой кодекс и всякими такими словами оперировать. У нас же вообще нельзя увольнять за то, что человек плохо работает. Кодекс читаешь. Пьяным нельзя приходить, прогуливать нельзя. А слово «эффективность» или слово «продуктивность», «результативность» оно вообще вне поля зрения нашего трудового кодекса в принципе. Мы потом удивляемся, что у нас производительство труда немножко отстаёт, и чуть-чуть мы слегка упали в экономический кризис. Вот эта штука позволяет как раз правильно, если у вас кадровик хороший и директор по персоналу, если правильно это юридически обыграть, она позволяет иметь хорошую доказательную базу, которая в том числе и в суде пригодится, ну и по крайней мере в переговорах с человеком, если он слишком плохо работает. Второй стандарт – календарное планирование. Это вопрос, как мы планируем время, какими инструментами мы при этом пользуемся, как мы посягаем на время друг друга. И самый главный принцип – подход, что правила планирования должны быть едиными. Во-первых, должен быть единый инструмент. Он может быть любой. Опять же, Google-календари, Bittrex-календари, Outlook-календари, всё что угодно. Опять же, лучше электронный, чем бумажный, в силу понятных причин, что это большая прозрачность, это обмен. Часто подходит в кофе-паузах, спрашивает, а вот посоветуете ли такую софтинку, посоветуете ли такое решение, вот это, вот это, вот это. Потому что много сейчас, естественно, разных программных продуктов. Мой совет очень простой. Я категорически не советую, что бы то ни было, чем не пользуются миллионы людей и хотя бы десятки тысяч компаний. Когда подходит, спрашивает, а посоветуете ли вы программу Васькин Пупкин CRM? Вот мы тут её рассматриваем, она крайне удобная. Я спрашиваю, что будет, если Васькин женится, а Пупкин уйдёт на работу в корпорацию? Что будет с Васькин Пупкин CRM? Что будет с вашей клиентской базой? Что будет с пересаживанием ваших 40 продавцов на новую операцию? С одной CRM пересадить всех продавцов на другую. Поэтому моя настоятельнейшая рекомендация – это только массовые решения. И по большому счёту выбор тогда резко сужается. Для крупных корпораций это либо Microsoft Outlook, либо Lotus Notes. Всё, собственно, больше ничего не придумано. Для среднего бизнеса – Bittrex, Megaplan. Что ещё? Google календари без задач. К сожалению, у них пока нет задач хороших. То есть если бы, скажем, календари уже более-менее приличные, задачи пока на уровне списка, что купить в магазине. Если они дожмут задачи до того, чтобы тематические выборки там были, заблаговременный контроль, то я ещё Google порекомендую. И, в общем, практически всё. То есть таких решений, которые действительно массовые, мы про них точно знаем, что у них есть техническая поддержка развернутая, что они никуда не денутся. Если там основательно переедет автомобиль, то решение при этом не пропадёт. Их немного. Поэтому мой вам совет – не экспериментируйте. Да, я, конечно, категорически не советую никаких самописных экспериментов. Вот мы посадим в подвале на цепь двух программистов, и они нам напишут то, что нам надо. Хорошая новость. Ничего такого нет в вашей деятельности, чего нет в мире. То есть это надо какой-то супер-мега-уникальный придумать бизнес, чтобы надо было под него разрабатывать что-то самописное. То есть обычно самописность – это, ну, скажем, некая самореализация IT-директора. Ну, это прикольно же, да, то есть мы пишем, бюджеты и так далее. А взять готовое, ну, где-то там, может, полторы галочки в нём дотачить – это же скучно. Это же как драйва никакого нет и так далее. Мы видели в одной компании, очень интересно, там на Lotus была сделана система контроля поручений. У них сидело шесть программистов фулл-тайм и уже два года эту систему писала, дописывала, достраивала. Ну, это было в Питере. Шесть программистов в Питере, ну, сколько? Ну, миллион точно с налогами. Даже, я думаю, без налогов миллион. То есть миллион рублей, два года. Мы так смотрим на функционал. Знаете, ну, это как-то вообще вот в Outlook это тремя галочками делается. Ну, вот, галочка раз, галочка два, галочка четыре. Ну, здесь это макросом делается. Так, а на что у нас ушли 24 миллиона рублей за эти два года? Ну, на самореализацию. Поэтому категорически не рекомендую никакой самописности. Берите готовые платформы, которые есть, которые известны. Максимум немножко где-то под себя адаптируйте. Но обычно мы сильно преувеличиваем собственную уникальность. Очень сильно. То есть на самом деле чего-то сверхъестественного в наших процессах работы с клиентами, документами, поставщиками, гуглсерией и так далее, ничего сверхъестественного нет. Дальше. Нормы расходования времени, нормы управления временем. Поднимите руку, у кого доступ к телу в какой-то мере перекрыт. То есть надо как-то записаться, запланироваться, назначить встречу. Нельзя так просто зайти и... Иван Иванович, есть минуточка? Это полчаса, да? Иван Иванович, есть секундочка? Это 45 минут. У кого доступ к телу открыт? То есть можно зайти, прийти, подчиненный может задать вопрос. Ага. Чудесно. Друзья, доступность – это не комплимент вообще. Так вот, базово. Нам все эти фанки-бизнес-книжки рассказали. Нам там демократисты... Это, знаете, когда какой-нибудь General Electric, у которого 48 ступеней иерархии, там да, вот вице-президенту неплохо бы иногда спускаться в столовую раз в месяц. И теперь посмотреть на лица людей, которые у него работают. Когда мы с вами в небольших бизнесах, в основном в предпринимательских бизнесах, проблемы прямо противоположные – нет времени сосредоточенного, нет времени, когда вас не дергают. Мы это сегодня уже обсуждали. И поэтому отгораживаться надо. Самое простое отгораживание – нормативы времени. Замы имеют право на час в неделю, к примеру. Менеджеры проектов – на час в две недели или на полчаса в неделю. Плюс есть какой-то график регулярных совещаний, которые вы проводите. Вот это пропишите. Помните, как в блокадном Ленинграде? Рабочий – там 400 грамм хлеба, нерабочий – 200 грамм хлеба и так далее. И соблюдайте. Когда люди поймут, что ресурс ограничен, то есть не бесконечно, нету минуточки. Или за деньги. Есть минуточка? Пожалуйста. Моя минуточка стоит х. Вы можете легко посчитать. Возьмите, сколько вы зарабатываете, вашу прибыль чистую, поделите на количество рабочих часов, минут. Посчитайте, сколько стоит ваша минута. Очень легко. Моя минута стоит 700 рублей. Я за столько могу продать ее клиентам. Когда какие-то коллеги, сотрудники что-то пытаются из меня получить, чего совершенно не моего уровня и так далее, я говорю, смотрите, мы уже две минуты об этом беседуем – 1400 рублей. Это нормально так уже в ресторан стоить, собственно. Мы уверены, что это столько стоит. Я еще не дошел до высокого дао брать с них эти деньги. Может быть, кто-то из вас говорит, брать деньги сотрудников за общение с собой. Но, по крайней мере, эти деньги посчитать. Может и так, нормативное время бесплатно, сверхнормативное время, ну хотя бы за шоколадку, как в советские годы. Помните, секретаршем шоколадки таскали? Вот это же самое. Что получается? Осознание конечности ресурса, что время – это ограниченный ресурс, что надо к встречам готовиться, что надо повестку приоритизировать и так далее. Один руководитель этот принцип развил до логического завершения. Он сделал карточки магнитные на входе в кабинет свой и настроил лимиты времени. Вот те самые, первый зампред. Шесть часов в месяц может проводить обычные зампреды. Четыре часа в месяц и так далее. И можно как в метро посмотреть, сколько поездок осталось. Планируется здесь. Ведь люди стали готовиться к встречам, вы представляете? Они стали приносить проекты документов, не идеи на меня вываливать, а сразу как-то подготовленный материал. Более того, стали обмениваться карточками. Я тебе два часа тела, мне уже не надо в этом месяце, а оно там сгорало. То есть ты здесь не использовался? А ты мне что-то? То есть стал складываться рыночный механизм управления рабочим временем. Это как платные парковки в Москве. Слава тебе, Господи, Аллилуйя, ввели два года назад платные парковки. И люди начали думать мозгом. Столько ли я зарабатываю, чтобы занять десять квадратных метров с девяти утра до восемнадцати, своим этим ведром с гайками, когда соседний ресторан за эти же самые десять квадратных метров платит страшную сумму денег. И реально стало легче ездить. Еще, ну скажем, пробки не побороли, но в шесть-пятнадцать вечера доехать по кольцу куда-нибудь за тридцать минут стало реально. Раньше можно было просто хоть в шесть выезжаешь, хоть в восемь, разницы никакой. Ну, в принципе, можно выехать в шесть и просто стоять сто метров в два часа и ехать дальше. Можно не выезжать. То есть платность ресурса или, по крайней мере, ограниченность ресурса очень сильно стимулирует этот ресурс экономить. И что еще советую? Есть такое понятие в таймерсе – бизнес-ритм. Это когда вы в своей компании вырабатываете ритм вот таких календарей и расписаний. Например, каждый вторник в 11.00 планерка такая-то с такими-то по такому-то кругу вопросов. Для этой планерки в понедельник какие-то финансисты должны подготовить вот это, для этого они встречаются в 17.00 вечером в понедельник, собирают все данные за прошлую неделю, соответственно, готовят вот это, всем рассылают, люди за вечер могут прочитать. То есть вы выстраиваете некое взаимосогласованное расписание, и чем оно будет ритмичнее, тем лучше. Люди уже привыкают. Да, знаете, как в монастырях. Первый тайм-энджет – вообще-то монастырьское устало. Да, по средам и пятницам, значит, не едим рыбу, по субботам и воскресеньям не едим рыбу, там богослужение все привязано по дням недели определенным образом, то же самое месяц, то же самое годовой круг, и ты уже понимаешь, что у тебя есть полная определенность, как ты живешь, что с тобой происходит. И все неожиданные ситуации, все отработки каких-то форс-мажоров гораздо легче переносятся, когда у тебя в базисе есть вот это расписание, оно в основном соблюдается, где-то, да, вам придется его подвигать, но это уже форс-мажорная ситуация. И, разумеется, всяческие цветовые тематические разметки, чем более стандартизированные будут ваши календари, одинаковые ключевые слова используете, одинаковые цвета, у вас сразу появляется мощнейшая аналитика. Одним буквально взглядом на календарь человека, вы примерно понимаете, чем он занят, та самая прозрачность времени. А если вы еще его ведете электронный, еще скиньте его в Excel, и в Excel над ним какую-нибудь метрику построите, вот вам самый простой эффективный хронометраж, анализ времени, сопоставление времени с деньгами и так далее. Бесконечная тема, можно в нее очень далеко углубляться. То есть время становится реально бюджетированным, управляемым ресурсом, так же, как и деньги. Помните аналогия в самом начале? Научиться временем управлять, как мы учились управлять деньгами. Коммуникация. Наше дергание друг друга всеми каналами, электронными, бумажными, мобильно-телефонными и прочее. Здесь я остановлюсь на буквально паре таких кратких советов, а более подробно эту тему завтра на основном семинаре рассмотрим. Завтра я покажу такую, так называемую, лестницу коммуникаций, которая поможет ими управлять. Сейчас пара советов по электронной почте. Совет первый, очень простой. Одно письмо, один вопрос. Не посвящать письмо широкому кругу вопросов. Почему? Потому что сразу есть ответные действия. Потащили в календарь, создали совещание, пригласили всех на совещание. Потащили в задачу, присвоили срок исполнения, назначили исполнителя, получили поручение. Ответили – забыли. Переслали другому человеку – забыли. То есть у вас получается мгновенная реакция, и у вас не нужно держать такую ситуацию, как у многих людей. Знаете, залеживаются вот эти сообщения во входящие, какие-то сотни уже, тысячи. Говоришь, давайте начнем тайм-менеджмент с того, что создадим папочку «разгребать» и перенесем туда содержимое входящих. «Как что?» «Нет-нет, мы же ничего не стираем, мы перенесем туда содержимое». У вас будут просто пустые входящие. Потом через некоторое время папочку «разгребать» переименовываем в «архив». И на душе становится легко, хорошо и спокойно. Домашнее задание – создать папочку «разгребать», перенести в нее все входящие, вздохнуть, как это хорошо, когда чистая папка входящих, это реально кайф, постараться ее поддерживать чистой, то есть сразу какое-то управленческое действие. Опять же, а какие у нас управленческие действия? Либо назначил поручение, либо создал совещание, либо просто ответил. И тогда у вас вот это давление неразгребленных вопросов у вас уходит. Второй принцип – обязательно называть письма тематическими словами, которые приняты в компании. Не встреча с Уральским банком и Сбербанком по поводу тайм-менеджмента, а Сбербанк – Уральский, двоеточие – презентация, двоеточие – тайм-менеджмент. Для чего ключевые слова? У вас сразу появляется анализ, выборки, фильтрация, сортировка, поиск. То есть все преимущества электронной корреспонденции, электронной коммуникации у вас выходят в полный рост. И очень советую, настоятельно советую эту систему ключевых слов делать сквозной. То есть все встречи, задачи, письма, все называть вот таким единообразным образом. Военные не зря про единообразное и безобразное говорят и делают. Это очень большой управленческий смысл. И третий совет – пишите письма и заставляйте ваших подчиненных это делать, и побуждайте ваших коллег это делать в формате, мы это называем, правило «ОК, не ОК». То есть письмо должно допускать ответ «ОК» или «Не ОК». Если письмо сформулировано в формате «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиенты уезжают, что нам делать?» Возможно, третий вариант ответа – «ХЗ». Потому что в переводе означает «Уважаемый сотрудник, не будете ли вы так любезны?» Переформулирую письмо в формате «Шеф, гипс снимают, клиенты уезжают», предлагаю раз, два, три. Ну а дальше как в фильме, помните, это нет, это нет, а три, пожалуйста, попробуйте. Это очень мощная вещь, потому что нет ничего проще, чем перекинуть проблему на начальника или на колено. А в Гугле забанили? А желтые страницы отменили? А мозг? Нет? Я понимаю, что в эпоху Твиттера и Ютуба мозг, он как-то вообще не очень нужен базово для выживания, в принципе. Но, тем не менее, здесь мы приучаем человека, что ты сначала должен подумать, вот это забытое ощущение, это подумать, потом предложить варианты, а потом в 70% случаев, глядя на эти варианты, ты поймешь, что ты прекрасно можешь их осуществить. Ну, то есть, собственно, да, решиться, как подсказывают. Есть такой классический старый военный принцип – не приходи с вопросом, приходи с вариантом решения. Вот ровно то же самое есть. Вот три простых совета, а подробно лестница коммуникации и некоторые выводы из нее я покажу завтра на основном семинаре. Совещание. Большая толпа людей зачем-то собирается вместе. Люди с огромным удовольствием трутся друг от друга усиками, то есть хлебом не корми, да и потереться усиками. Ну, существа социальные, поэтому как-то вот на кухоньке корпоративной или в переговорочке, и чем больше компания, чем больше людей, чем лучше климат в компании, тем с большим удовольствием люди любят совещаться. Какие принципы? Тоже в рамках короткой лекции буквально пару-трех советов. Первое – протоколирование обязательно. Совещание без протокола – это, знаете, как в ресторан сводили, цветы подарили, лютневую музыку 16 века домой привели слушать, послушали, выпили шампанского и разошлись по домам. Ну, как-то вроде как-то вот процесс есть, а результата нет. То же самое с совещанием. Совещание без протокола – что это такое? Вроде решения какие-то принимались, вроде действия какие-то должны были быть, но если нет твердого материального протокола – все, совещание без смысла. При этом, говоря протокол, я не обязательно имею в виду такой тяжелый, советский, формальный. Это может быть просто резюмирующее письмо. Просто короткий email, в котором написано «Иван Иванович Петр Сидорович, напомню, договорились раз, два, три». Кстати, пометьте, это очень хорошая техника, которая касается не только совещаний, вообще любую устную коммуникацию резюмировать коротким письмом. Есть простой этикет, кто пишет резюмирующее письмо, кому больше надо – подчиненному начальнику, поставщику клиенту. Это займет пару минут, но это сэкономит колоссальное количество времени впоследствии. «Иван Иванович, напомню, как было отмечено в резюмирующем письме от 6 марта, на который вы написали «Ок», а мы еще в договоре пишем «А если в течение трех дней не получили ответ, то считается, что заказчик получил это письмо и сказал «Ок», и это тоже много раз выручало, потому что не будешь на каждый чих писать какое-то доп. соглашение или какой-то формальный документ. И, соответственно, эти резюмирующие письма – это очень мощный инструмент, это такая англосаксонская практика. Если вы после встречи обязательно пишите «Уважаемый Иван Иванович, приятно познакомиться». Вот сейчас кто-то с кем-то познакомился, визитками обменялись, пишите письмо. Ну, приятно познакомиться, если что-то обсуждали, что-то кому-то обещал, напишите. «Я обещал познакомить вас с этим, с этим, я обязательно это сделаю в ближайшие дни». И то же самое после совещания. Самый простой протокол – это резюмирующие письма. Второй принцип – протокол вести на экране так, чтобы все видели. Слава богу, плазменная панель, мультимедиапроектор – у всех это уже есть. У кого нет, закройте бизнес, убейтесь об стену. Или купите плазменную панель, мультимедиапроектор. И выводите протоколы на экран, чтобы все видели, все согласились с формулировкой. И потом не было никаких отмазок, мы другое имели в виду, мы имели в виду 7 ноября следующего года, не текущего на самом деле, когда обсуждали сроки реализации этого проекта. Нет, вот все это видели, все понимали, о чем идет речь. И, собственно, в конце совещания этот протокол все не пошел. И третий принцип – если совсем глубоко продвинетесь в управлении совещаниями, это обычно нужно, когда совещаний много, создавайте решение совещаний сразу в системе контроля поручений. Вот сам ваш Bittrex или Outlook или Lotus, что вы будете использовать, выводите на экран. И ведь любое решение, оно же должно иметь срока ответственного, правда? Иначе оно просто не имеет смысла. А коли оно имеет срока ответственного, значит, есть смысл его занести в систему контроля поручений. И получается, что у вас любое решение совещания попадает в ту систему дятла-долбежки, о которой я рассказывал в самом начале нашей лекции. На экране картинка – это вот очень интересная вещь. Это на самом деле экспорт из Outlook. То есть создавали решение в виде задачи Outlook. И кликом мышки еще из этого сделали вот такой советский, тяжелый формальный протокол, который подписывается, идет в систему документооборота и так далее. Когда мы это в Microsoft показали, что индусы и такое напрограммировали, ну, это ловкость рук определенная, там, макросами надо уметь пользоваться. Но, в общем, да. То есть на самом деле индусы вам это такое напрограммировали. Аппаратчики больших корпораций, когда это видят, они просто пищат, плачут, падают ниц, потому что там это большой объем работы, вот это протоколирование, подготовка совещаний и прочее. Как ТМ-стандарты внедрять? Я вам показал некую общую идеологию четырех стандартов. Есть идеология внедрения. Идеологию внедрения я называю принцип табуретки. Хороший стандарт стоит на трех ногах. Первая нога – это документы. Просто учить, объяснять, рассказывать, раздавать в офисе книжки Архангельского – абсолютно бессмысленное занятие. Нужны документы. Я уже сказал в самом начале, что это не обязательно талмуды. Чем проще эти документы, тем лучше. Если это памятка А4 ламинированная, очень хорошо. Почему, кстати, ламинированная? Потому что можно хлестать по щекам тех, кто посмеет неправильно писать имейлы и приходить на совещание. Дополнительный управленческий смысл. Второе – IT-инфраструктура. Я уже много раз упоминал разные IT-решения. Очевидно, что это вопрос важный. Важное решение выбрать и важна единообразность. То есть если уж у всех Bittrex, значит уж у всех Bittrex. Если у всех Outlook, значит уж у всех Outlook. Никакого творчества в рамках компании здесь не должно быть. Что кто-то там где-то какие-то свои используют софтинки, программорки дома, к личным задачам, пожалуйста, в компании. Все должны покупать машины любого цвета, только если цвет черный. Все могут пользоваться любыми программами для управления задачами, только это должна быть та программа, которая в компании принята как стандарт. И третье – обучение людей строго в привязке к документам и к IT-инфраструктуре. Это очень важный момент. Нет смысла учить вообще тайм-менеджменту, рассказывать вообще про тайм-менеджмент. Есть смысл рассказывать на основе того стандарта, который дам, и на основе тех инструментов, которые вы будете использовать. Кстати говоря, IT-инструменты на самом деле для маленьких компаний 5-10 человек. Я даже иногда советую начать с бумаги. Это просто ежедневный метод для бархангельского, тут жестко гибкий, который, все вы знаете, в книжных магазинах видели. И начать сначала с него, чтобы люди не отвлекались на какие кнопочки тыкать и как все работает. Месяц-два пожить на бумаге, приучиться к самой эффективной работе, вообще к идее, что планировать надо, что надо приоритеты расставлять, и потом уже переходить на те или иные электронные носители. Но, разумеется, основной тренд – это электронизация, электрификация. И если несколько лет назад вопрос был, какое решение внедрять, как внедрять, то сейчас уже вопрос основной – как сделать это единообразным стандартом. Чтобы не просто эти рабочие места были установлены, а чтобы действительно люди этим пользовались и пользовались по максимуму. Смешной случай был. Компания телекоммуникационная московская внедрили CRM-систему, 110 менеджеров по продажам, система SalesLogix. Я так примерно прикидываю, может не миллион долларов, но там 1800-900 точным это встало. Я так спрашиваю, а сколько людей вообще пользуются? Ну вот активно пользуются, вот прям пользуются двое. По странному совпадению, это были инициаторы внедрения, которые перешли из другой компании, где подобное уже использовалось, и соответственно проинициировали внедрение здесь. И еще человек 10-12 пытаются, ну то есть как-то они заходят, что-то вносят, но не то чтобы они прям пользуются. Я говорю, то есть получается, даже оптимистично возьмем 10 пользующихся, поделить на 110 рабочих мест, и умножить на 800 тысяч долларов, это вот собственно КПД тех инвестиций, которые были сделаны. Ну как бы да. Поэтому очень важный момент, я почему сейчас об этом подробно говорю, многие небольшие бизнесмены делают эту ошибку, очень много внимания уделяют софту. А как вы выбираете такой, попробуем этот, попробуем такой, в кофе-паузах подходит, меня достает этими дебильными вопросами. А знаете ли вы предложение iTask Manager Pro Plus? Очень удобно, я не знаю, знать ничего. Ну потому что оно не работает как корпоративный стандарт, а как корпоративный стандарт работает. 3-4 решения, которые я сегодня уже называл. Поэтому больший акцент на то, как люди используют эту антиинфраструктуру, насколько стандартизировано, эффективно, логично, в рамках корпоративной идеологии, а не на то, какая именно IT-инфраструктура. Теперь у меня мало времени осталось до конца, я сделаю такую двухминутную рекламную паузу. Можно пытаться внедрять Time Manager стандарты самостоятельно. Многие компании так делают, особенно маленькие, которые экономят деньги. Покупают книжки Архангельского, я достаточно много изложил в этих книжках. Если говорить о самостоятельном внедрении, обратите внимание на книжки Time Manager на Microsoft Outlook. Надеюсь, что в обозримом будущем появится книжка Time Manager на Bittrex, как раз мы с компанией Bittrex это обсуждаем сейчас, и на книжку корпоративный Time Management. Вот две книжки, которые дают технический взгляд на проблему и управленческий взгляд. Это книжка корпоративного Time Management. У кого компании территориально распределенные, обратите внимание еще на книжку работы 2.0. Она говорит про скайпы, вебинары, онлайн технологии, как использовать в корпоративном стандарте. Вот три книги, которые помогут самостоятельно внедрению. Если есть желание воспользоваться помощью профессионалов, что я вам настоятельно рекомендую. Мы придумали формат для небольшого бизнеса, который не может себе позволить как крупные корпорации, большие внедренческие проекты, для которых даже простые командировочные расходы на приезд тренеров являются существенным бременем. Мы придумали очень простой формат. Мы его назвали корпоративный онлайн-курс по Time Management. Что это такое? Это один день. Ближайший день у нас будет 24 марта, сразу скажу. И проходит он примерно раз в полтора-два месяца такой день. Один день, в котором вы участвуете не в одиночку, как в обычных семинарах, а участвуете командой. То есть вы сажаете ваших людей, чудесных ваших сотрудников, коллег, подчиненных в переговорной комнате. Все, что вам нужно, это экран с доступом, компьютер-экран с доступом к интернету. То есть вы видели меня. И в течение одного дня я провожу онлайн-тренинг на основе четырех уже готовых памяток. Вот те самые памятки, которые я сегодня упоминал. Есть четыре болванки соответствующие, которые мы не раздаем просто в открытом доступе, разумеется, которые мы используем в таких проектах. Это некие заготовки, на основе которых вы будете творить. Памятка по контролю поручения, памятка по планированию, по коммуникациям и по совещаниям. Я про эти памятки, про техники, которые в них содержатся, подробно рассказываю. Почему именно так, рассказываю, как это применять. И день, собственно, так и делится. Классический восьмичасовой рабочий день. Два часа первая памятка, 20 минут кофе-брейк, два часа вторая памятка, обед, следующая памятка, кофе-брейк и так далее. И в рамках каждой памятки я даю некоторое время, некоторые практически задания на то, чтобы эту памятку адаптировали под свою специфику. Там есть прям специальные вопросы, которые вам позволяют это сделать. Вы ее адаптируете, присылаете ее мне в ходе кофе-паузы, пока нормальные люди пьют кофе. Я читаю эти домашние задания, скажем так, онлайн-задания. И в начале следующего блока даем обратную ссылку. То есть вы эти памятки моментально привязываете к вашей местной специфике. И в конце, после вот этих часов основного семинара, небольшой получасовой блок для начальников. Вы изгоняете тварей дрожащих. Остается только те, кто право имеет. Я даю вам специальную матрицу внедрения на 20 дней. Есть классическая 3 недели, помните, навык усваивается. Соответственно, на 20 дней, на эти 3 недели, разложена определенная программа, что надо делать каждый день, чтобы ваши сотрудники действительно стали этим пользоваться. Вот такая вот вещь оказалась очень интересной. Потому что она стоит чуть дороже личного участия в классическом семинаре и заметно дешевле приглашения живых тренеров, которые еще командировочные расходы и так далее. А эффект она дает не просто как семинар, она дает эффект как, по сути, мини-лайт консалтсовый проект. То есть вы получаете не просто обучение, не просто из первых рук, не просто от Глеба Архангельского, но еще и готовые стандарты, которые вы адаптировали под себя и на основе которых вы дальше можете уже жить и творить. Как вот в эту историю вписаться? Первое, есть сайт tm-seminar.com, на котором всегда есть дата ближайшего семинара, подробная программа, есть видео-отзывы участников, генеральных директоров. Причем, знаете, интересно, все отзывы. Человек сидит в своем офисном, знаете, какие-то жалюзи. И так было, главное, хорошо, что не надо никуда переться. Причем некоторые компании московские, и мы им давали возможность приезжать в студию, это видео-студия, ну, есть места, посидите вживую. Не, знаете, из мытищи к десяти утра приехать там к вам в кампус, значит, университет, что-то надо. Не, нам очень хорошо. Вот в своих мытищах посидели. То есть то, что не надо никуда ехать самим и не надо никого приглашать, нести командировочные расходы, что сейчас в кризисе, естественно, очень актуально, это оказалось одним из преимуществ. Ну и второе, то, что посмотрите в отзывах, то, что люди отмечают, это то, что не просто обучение, не просто знание, но я получил некие тексты готовых стандартов, которые я адаптировал под себя, получил обратную связь сразу к какой-то адаптации от спикера, и с этими текстами я уже могу жить. У меня, может, все эти люди будут уволены, потом появятся какие-то другие, но эти тексты я все равно запущу в работу и эти стандарты будут применяться.